Немного о нашем лекторе. 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 На цвет образца, на его прозрачность, на запах и даже на вкус. Но сейчас мы совершенно в других условиях находимся. Общеклинические лаборатории хорошо оснащены. Соответственно, диагностической информации от этого образца мы можем получить очень много. Главное, правильно ее в дальнейшем интерпретировать. Немного о том, что мы знаем, что моча является водным раствором электролитов и органических веществ. Основной компонент мочи является вода от 92 до 99%, в которых растворено порядка тысяч компонентов, многие из которых до сих пор еще не изучены. И на многие компоненты проводятся до сих пор исследования, ищутся биомаркеры, которые помогали бы диагностировать заболевания почек на более ранних стадиях. Что важно знать, и я думаю, что в принципе вы сами это прекрасно знаете, что состав мочи у животных значительно варьирует. И об этом всегда следует помнить. Суточный объем мочи и концентрация в ней техоренных компонентов будет зависеть от скорости клубочковой фильтрации, от канальцевой реабсорбции и экскреции. Когда мы проводим этот общий анализ мочи и когда он действительно нам нужен? Наверное, самый основной метод, самое основное показание – это заболевания мочеводелительной системы. При заболеваниях мочеводелительной системы как доктор, так и владелец всегда приносит анализ мочи на исследование. Соответственно, это будут являться пациенты с полиуре и полидепсией, которым обязательно необходимо проводить это исследование. Это появление примесей крови в моче, что должно настораживать учащенные болезненные мочи и спускание у животного. И вот еще очень важный момент, который, к сожалению, очень часто почему-то игнорируют врачи-клиницисты, который заключается в том, что базовое исследование животных на приеме, то есть когда у нас первое обращение пациента происходит и когда мы еще не знаем, что с ним, мы должны проводить базовый алгоритм, который включает в себя биохимическое исследование крови, общий анализ крови и анализ мочи. Вот на этапе анализ мочи почему-то он всегда опускается. И в базовый скрининг, как правило, мало кто из практикующих врачей включает исследование мочи. Хотя это важно и это нужно, потому что таким образом мы можем выявить как субклиническую инфекцию мочеводящих путей, так и получить важную информацию, включая гемолиз и различные другие патологии. Поэтому не забывайте включать общий анализ мочи в базовый прием. И в принципе никогда не повредит профилактическое проведение этого исследования. Не менее двух раз в год оно, соответственно, рекомендуется гериатрическим животным и пациентам, предисположенных мочекаменной болезни. Соответственно, это котам, это порода, предисположенным собакам. Что помогает обнаружить нам анализ мочи? Заболевание почек, заболевание мочеводящих путей. Мочекаменная болезнь – это грубо, скорее всего, мы можем обнаружить кристаллурию и в зависимости от этого уже проводить дополнительные диагностические исследования. Грубо мы можем оценить нарушение водного баланса по плотности мочи, заболевание, сопровождающееся гемолизом, сахарный диабет и заболевание печени и жертвоводящих путей. Ну, естественно, косвенно, потому что исследование мочи на данные заболевания не является, так скажем, основным скринингом, золотым стандартным, потому что есть другие исследования и, скорее всего, это уже будут вторичные находки. Так же, как глюкозурия при сахарном диабете, так же, как и билирубин, либо кристаллы, допустим, урата аммония в моче. Соответственно, если вы подозреваете заболевание почек, либо мочеводящих путей у животного, то проведение общего анализа мочи является обязательным. Какие преимущества этого исследования? Этот анализ действительно очень легкий в пополнении, он не требует каких-то значительных экономических затрат, на него с радостью соглашаются обычно владельцы животных, и, в принципе, мы можем получить нередко очень полезную информацию. Плюс, посредством исследования мочи и одновременно сыворотки крови, мы можем определить концентрацию анализированного вещества и оценить третирующую способность почек. Тоже очень интересное исследование. Идеальный материал для исследования, конечно, будет являться суточная моча. Но суточная моча, суточная моча, она, соответственно, ну, так скажем, это идеальный вариант, который очень далек от реальности. И связано это будет с тем, что если у вас собака, соответственно, гуляет на улице, в таком случае мы можем собрать хотя бы утреннюю мочу. Утренняя моча, она занедет у нас суточную мочу посредством того, что моча, которая копится за ночь в мочевом пузыре, она даст такой нам усредненный, так скажем, показатель работы почек за 6-8 часов. Что касается суточной мочи, это достаточно проблематично. Это мало кто из владельцев согласится на данное исследование. И это действительно неудобно. И, в принципе, в практике крайне редко оно встречается. В данном исследовании, как правило, в любом случае, чаще всего мы исследуем случайный образец мочи. Немножко коснемся методов сбора мочи для исследования. Сразу начнем, наверное, с самого лучшего метода. Это цистоцинтеза. Цистоцинтез – это золотой стандарт для отбора мочи, потому что он позволяет включить все возможные артефакты, связанные с другими методами отбора, которые мы коснемся позже. Следующий метод, он уже немного хуже. Это каттеризация мочевого пузыря, отдавливание мочевого пузыря и сбор мочи после естественного мочеиспускания животного. На мой взгляд, это все же, наверное, самый распространенный способ отбора мочи, который есть. Что касается цистоцинтеза, как мы уже сказали, это самый лучший метод сбора мочи. Он позволяет избежать нам потряснения мочи с содержимым дистального отдела мочеиспускательного тракта. Он, в принципе, некоторыми животными проводит, достаточно спокойно переносится без применения седации. И с помощью этого метода мы можем привести, соответственно, как общий анализ мочи, так и бактериологическое исследование. Он обладает также рядом своих недостатков. Соответственно, тут важно претратить ядрогенные травмы мочевого тракта, важно претратить возможность инфицирования. И что важно знать, когда мы исследуем такую мочу, вообще, конечно, идеально, когда мы исследуем мочу, доктор лаборатории всегда должен знать, каким образом был получен образец мочи. То есть, либо это необходимо указать в планке направлений, либо, соответственно, сообщить врачу лаборатории, чтобы владелец сообщил эту информацию врачу лаборатории, потому что от этого будет зависеть дальнейшая интерпретация анализа. Так вот, в случае с цитоксинтезом мы должны помнить о том, что возможно появление эритроцитов в мочи. Это не будет какая-то массивная гематурия. Конечно, если вы как-то крайне грубо не отобрали этот материал, как правило, при цитоксинтезе допустимо наличие нескольких эритроцитов в мочи порядка 10-15. Это будет вариантом нормы. Вы это должны, в принципе, отбросить, если эта информация вам не нужна, если вы знаете, что моча была отобрана синтезом. Мы можем находить небольшое повышение количества клеток переходного эпителия, потому что происходила травматизация из стенки мочевого пузыря. Ну и в литературе описано такое, как загрязнение образца фекалиями, но, честно говоря, мне кажется, это какой-то фантастический вариант. Это, видимо, умудриться проколоть стенку кишечника, а потом мочевого пузыря. Ну, раз описано, возможно, у кого-то были такие прецеденты. Противопоказанием для этого исследования будет являться недостаточное количество мочи в мочевом пузыре, нарушение свертываемости крови у животного, активное сопротивление животного, либо в таком случае лучше применить седацию. И, естественно, если вы не смогли обнаружить мочевой пузырь перед пальпацией, то лучше и не стоит проводить это исследование. Что касается катетеризации мочевого пузыря, возможны опасности, мы можем травматизировать мочеспускательный канал, возможно, возникновение кровотечений. Крайне редко описано, что может возникать ретроградное распространение патогетных микроорганизмов из мочевого пузыря в почке и возникновение пиомефрита. Ну, это, конечно, крайне редко, но следует это иметь в виду. Что касается влияния на сам анализ, мы, соответственно, при катетеризации также контаминируем образец эпитериальными клетками, бактериями, лейкоцитами с нижних мочеводящих путей. Соответственно, помимо плоского эпителия мы можем встретить переходные эпители из верхней части уретры мочевого пузыря. И в идеале вообще считается, когда мы отбираем мочу путем катетеризации, первые 1-2 мл мочи их слить, потому что они максимально контаминированы. И, естественно, такой образец мы уже не можем использовать для бактериологического исследования. Что касается мочи, полученной при взаимодавливании мочевого пузыря, то здесь возможная опасность. Это при активном отдавливании возможно повреждение сосудов и контаминация образца кровью. При инфекциях мочеводящих путей также описывается, что существует риск обратного тока инфицированной мочи и распространения инфекции при стательной железе и почке. Соответственно, также мы должны обратить внимание, что мы можем встретить повышенное количество эпидериальных клеток, небольшое количество эритроцитов и бактерий в таком образце. И, наверное, самый популярный метод у владельцев – это моча, собранная после естественного чистутания животного. Что здесь хочется сказать и на чем здесь хочется акцентировать внимание? Дело в том, что, в первую очередь, если мы собираем мочевого кошки, то важно тщательно промыть лоток. Там не должно быть следов наполнителя, не должно быть следов какого-то осадка, но ни в коем случае мы не должны применять флорсодержащие дезинфицирующие средства. Никаких препаратов, соответственно, никаких средств, которые мы используем для мытья туалета и ванны, не должны использоваться, потому что все дезинфицирующие вещества, они способны исказить результаты дальнейшего исследования. Прежде всего, это будет влияние оказано на содержание глюкозы, на ПАЖ, поэтому старайтесь просто предупредить владельца, чтобы он промыл лоток просто теплой водой с мылом. Тут, опять же, существуют хитрости, поскольку многие кошки, привычные ходить в туалет, достаточно проблематично иногда собрать мочу кошек, которые ходят в туалет с наполнителем. Поэтому мы в таком случае либо используем коммерческие наборы, которые представлены на рынке сейчас достаточно широко, которые имитируют вид наполнителя, но не впитывают мочом. Наши зарубежные коллеги предлагают вот такой интересный способ. Честно говоря, не пробовала, но можно попробовать. Может быть, действительно он работает. Они предлагают несколько вариантов. Вариант для кошек, которые ходят, привыкли, соответственно, жить на улице и ходят, соответственно, в почву, в какой-то грунт. Они используют просто землю. Либо для кошек в живущих доме используют какой-то любой коммерческий наполнитель. И в таком случае они предлагают засыпать, закрыть наполнитель пищевой пленкой и, соответственно, ждать, когда кошка входит в туалет. И вроде бы как такой способ кошку не отпугивает. И кошка действительно посещает туалет. Соответственно, моча скапливается на поверхности пленки и в дальнейшем таким образом образец отбирается. Что касается собак. На самом деле владельцы у нас очень изобретательные. И, в принципе, владельцы, которые держат собаку уже достаточно долго, у них уже отработанная схема отбора мочи. В принципе, можно только позавидовать. Потому что у крупных и средних пород, в принципе, на самом деле, это, наверное, не так проблематично. Здесь вход идут и различные там совочки для аквариумистики. Ну, за собакой владельцы бегают. Но в любом случае получают материал. Тут гораздо более сложнее получается с мелкими собаками и с собаками, которые пленочного содержания. Соответственно, что касается собак пленочного содержания, то, в принципе, как правило, эти собаки не особо привыкли вообще терпеть. То есть они ходят достаточно небольшими порциями в течение дня. И у таких собак, если это миниатюрные собачки, приходится собирать необходимый объем иногда в течение целого дня. Поэтому мы иногда владельцам рекомендуем просто взять пробирщик с консервантом и в течение дня благополучно ее заполнять, пока хотя бы не набралось 3-5 мл, с которыми могли бы работать. Что касается крупных собак, то, в принципе, желательно, конечно, проводить туалет наружно-половых органов, чтобы как-то снизить возможную контоминацию специальной части мочеводящих путей. Просто теплой кипяченой водой у сук и у кобелей. Вот есть такое интересное приспособление. Украла я картиночку у Валерии Русецкой. Это компания IDEX предлагает такой сбор мочи, и такой вот совочек, и сразу материал перетекает в контейнер. Что касается соответствия собак декоративных пород, мы собираем мочу, перевернув пеленку, и с обратной стороны пеленки собираем нам необходимый образец. Ни в коем случае нельзя выдавливать мочу из пеленки, потому что мы выдавим таким образом контаминируемый образец, и достаточно сложно будет потом интерпретировать элементы осадка. Соответственно, еще раз обратим внимание, что если моча собиралась с естественным мочеспусканием, то желательно предупредить об этом лабораторию. Соответственно, также владелец должен предупредить своего лечащего врача. Потому что мы должны обратить внимание о том, что мы получим определенные элементы осадка, которые в дальнейшем не будут истинными, а будут связаны именно с контаминацией. То есть это сущные клетки плоского эпителия, которые, как мы знаем, постелают внутреннюю поверхность влагалища, предстательную железу, нижний отдел уретры. Это лейкоциты, это бактерии. Откуда будут лейкоциты, тоже достаточно сложно будет разобраться. И бактерии, которые, в принципе, всегда есть в небольшом количестве и у влагалища, и у леприпуции, они, соответственно, попадут в мочу. Если мы видим большое количество бактерий и образец свежий, то, в принципе, маловероятно, что это будет контаминация. Даже при естественном мочеиспускании, как правило, это вероятнее всего будет все же активная инфекция. Ну, как мы уже говорили, что моча, полученная путем катетеризации, отдавливания мочевого пузыря или естественного мочеиспускания, она будет сокразнена содержимым дистального отдела и будет искажать результаты, как подсчеты клеток, так появится микрофлора и, возможно, будет некорректное измерение белка. Что касается правил хранения и отбора мочи. Как мы уже говорили, что идеально, если, соответственно, мы не можем собрать суточную порцию, хотя бы попробовать собрать утреннюю порцию, потому что она будет приближена по концентрации аналитов к суточной моче. Но, опять же, это условие не является обязательным, и большинстве лабораторий, как у нас, так и за рубежом, все же работают с случайным образцом мочи. Тоже очень важный момент, мы позднее его еще коснемся, но не все акцентируют на этом внимание. Несмотря на то, что это некрозь, в любом случае анализ мочи лучше вставать натощак, потому что есть такое понятие, как постпендиальная щелочная волна, когда после недавнего приема пищи идет резкое повышение ПАЖ мочи, и что, соответственно, также может исказить наши результаты. Идеальным вариантом является исследование мочи в течение 30 минут после отбора. Допустим интервал до часу и до двух, но вот идеальный вариант – это 30 минут. То есть вообще идеальный вариант, когда мы отобрали мочи с синтезом, и тут же пошли ее исследовали. Вот тогда это самая достоверная, самая нужная информация, но, к сожалению, такой вариант не всегда возможен. Особенно это касается кристаллу РИИ. Позднее, когда будем разбирать кристаллы, мы еще по этому пройдемся. Дело в том, что касается кристаллов, существует так называемый феномен кристаллизации инвитра. Ранение образца приводит к спонтанному выпадению кристаллов. Соответственно, когда нам важно посмотреть образец мочи на кристаллу РИИ, мы не должны ни охлаждать этот образец, ни хранить. То есть исследование должно проводиться вот сразу же после отбора буквально. Также желательно не использовать консерванты. Что касается объема, то у человека стандартизированный объем мочи – это 10 мл. У животных, как правило, порядка 5 мл. Но бывает так, что мы работаем и с 3 мл, потому что, опять же, у нас разный размер животных, разный возраст, и не всегда удается владельцам собрать необходимый объем мочи. Единственное, что чуть позднее этого коснемся, почему так важно именно определенный объем мочи, почему из-за этого иногда у нас возникают скандалы, как с владельцами, так и, соответственно, с врачами-клиницестами. Дело в том, что все референсные интервалы, существующие для мочи, они разработаны для определенного объема осадка. И, соответственно, в основном это рассчитано на 500 мл. То есть, как у нас должно быть? Из 5 мл. мочи мы получаем 500 мкл. осадка, с которым в дальнейшем работаем. То есть, этот исследуемый объем должен составлять 10% от объема мочи. То есть, соответственно, если у нас 3 мл. мочи, мы работаем с 300 мкл. осадка. Что касается посуды для отбора мочи, то здесь, на самом деле, фантазия владельцев, как правило, безгранична. Кот идет все, что можно. Это дорогой парфюм, это баночки из-под огурцов для одевания, баночки из-под варенья и много разных вариантов. Дело в том, что непосредственно я в своей лаборатории давно запретила практику сдачи мочи не в специальных контейнерах. Поэтому мы таким образом избежали возможного влияния различных дезинфицирующих средств и оксидантов, которые могут исказить результаты исследования. Как я уже сказала, стеклянная тара из-под лекарственных препаратов нежелательна, потому что остатки моющих средств может привести как к ложноположительным, так и к отрицательным результатам при биохимических исследованиях мочи. Что касается контейнеров для сбора мочи, как правило, приняты либо специальные стерильные контейнеры, которые вы можете приобрести в аптеке, они не содержат каких-то консервантов и они пригодны для исследования образца, в том случае, если вы доставите его в лабораторию в течение 1-2 часов с момента отбора. Также контейнеры для сбора мочи у нас делены в том случае, когда вам необходимо провести биохимическое исследование мочи. Вообще, в принципе, на все биохимические показатели лучше не использовать консерванты. То есть на соотношении белок-креатинин, на соотношении желчной кислоты-креатинин, кортизол-креатинин, вы просто используете стерильный контейнер. Что касается пробирок с консервантами, с одной стороны, это и панацея и зло одновременно. Почему? Дело в том, что пробирки с консервантами позволяют нам исследовать образцы, отсрочить исследование образцов. Действительно, это является проблемой, особенно если образцы доставляются, допустим, как в нашу лабораторию из загорода, из других городов, либо это какое-то животное, на которое нет возможности владельца привезти мочу прямо в течение одного-двух часов с момента взятия. Хотя, несмотря на то, что мы работаем круглосуточно, но, как правило, эти пробирки выручают. Пробирки с консервантом все равно оказывают влияние на биохимические гвозства мочи, могут вызывать спонтанное выпадение недифференцируемых кристаллов, что затрудняет иногда интерпретацию осадка. Поэтому, в принципе, если есть возможность не использовать консерванты, то лучше их не использовать вообще. Если нет такой возможности, конечно, лучше использовать консерванты, потому что консерванты, они способны сохранить клеточные элементы мочи, способны поддержать флаж на нужном уровне и будут препятствовать размножению микрофлоры. Еще важный момент здесь, дело в том, что проверки с консервантами, они разные. И очень часто, я знаю, что многие лаборатории, многие врачи используют вот такие вот пробирочки сборной кислотой, которые, в принципе, изначально создавались для бактериологии. Пробирки сборной кислотой обладают только одним плюсом. Они препятствуют размножению бактерий. И больше ничего. Да, они будут препятствовать росту ПАЖ и не будут давать бактериального роста. Но они не способны сохранить, соответственно, клеточные элементы мочи. И, соответственно, нахождение мочи в такой пробирке не должно превышать нескольких часов. Поэтому в идеале лучше ими не пользоваться, если вы не можете выдержать такой временной интервал. На данный момент на рынке единственные пробирки достойные с консервантом – это пробирки фирмы Грайнер Астрийские с стабилизатором Сабилур, который представляет собой смесь бусерных систем, который позволяет сохранить клеточные элементы осадка. Эти пробирки имеют белый порошок, который насыпан на дно. И с этими пробирками тоже очень часто бывает много разных таких вот веселых историй, потому что нам регулярно звонят в лабораторию бабушки, которые почему-то никогда не могут эту пробирку открыть. Потом они начинают высыпать из нее порошок, наливать мочу, либо, в принципе, не перемешивать этот порошок. И в результате анализ приходится перебирать. Дело в том, что, в принципе, наверное, самый идеальный вариант, когда вам надо, соответственно, чтобы ваш пациент провел исследование мочи, вы, в принципе, на приеме такие пробирки уже пациенту должны давать. И, соответственно, объяснять первые правила работы с ними. Основное правило работы с ними – это пробирка должна заполняться свежей мочой. И сразу после отбора она тщательно должна быть перемешана с консервантом. Сам консервант, он растворяется не очень быстро, поэтому, соответственно, нужно подождать какое-то время, но он должен полностью раствориться, потому что очень часто приводит, приносит, соответственно, эти пробирочки, при этом моча отдельно, консервант отдельно, и смысл, соответственно, такого исследования уже теряется. Плюс неразмешный консервант, он, как я уже говорила, выдаст большое количество кристаллов и, да, контоминирует образец. С этими пробирками, на самом деле, у нас было очень много веселых историй в плане того, что иногда у нас останавливали курьерскую машину, соответственно, сотрудники дорожной полиции, и когда они иногда проводили проверку даже машиной, когда обнаружили такие пробирки с белым порошком, очень, очень так сомневались и очень не хотели верить о том, что курьер в лаборатории, что это консервант, что, в принципе, все хорошо, и это не наркотики. Ну, в контейнерке есть тоже такая интересная табличка, как раз, но в основном это схематический отбор материала идет на бактериологию, да, то есть тут создается безвоздушная среда, также пробирочки с консервантом, и обязательно, да, как я уже не сказала, еще нужно маркировать пробирку, то есть это подписать, соответственно, фамилию владельца и личку животного. Что касается еще расстранения образца, если вы не можете сразу доставить образец в лабораторию, то мочу можно поднестить в холодильник на несколько часов, если вам не так важна кристаллурия. В принципе, охлаждение, оно будет стерживать бактериальный рост, но не более чем на 2 часа, и, соответственно, лаборатория, которая будет в дальнейшем работать с такой пробиркой, желательно, чтобы она предварительно прогрева образец в течение 30 минут до комнатной температуры. Соответственно, как мы уже говорили, обязательно мы исследуем только свежий образец, либо используем пробирки с консервантом. Дело в том, что еще несколько лет назад была такая нехорошая тенденция, когда в некоторых клиниках, допустим, доктор лабораторной диагностики работал не каждый день, и, соответственно, эти образцы мочи хранились, с того, как не придет доктор, соответственно, образцы были без консервантом, что крайне плохо, потому что диагностическая ценность такого исследования, она падает. Как я уже говорила, еще раз повторю, что моча не может храниться более 2 часов. В противном случае мы не должны вообще проводить такое исследование, не должны ориентироваться на результаты, полученные из неслеживого образца. Задача лаборатории и задача врача всегда при приеме анализа мочи уточнить у владельца, когда был собран материал. Вот этим моментом тоже многие пренебрегают, а он важен, потому что вопрос там, что владельцы иногда лукавят, но это уже остается на их совести. Если образец был собран с пола со смотрового стола, также желательно тоже всегда это указать в направлении, это важно, потому что в бактерии возможной бактериуреи она также будет неистинной. И, как мы уже говорили, если нам важно провести бактериологическое исследование, то мы отбираем образец только путем цистоцинтеза. И, соответственно, хранение образца мочи более 2 часов вызывает интенсивный бактериальный рост, соответственно, повышает паш, друшает клеточные элементы, цилиндры, допустим, опухолевые клетки, если они есть, и приводит к спонтанному выпадению кристаллов, а даже способны увеличивать плотность. Ну, про феномен кристаллурии инвитро мы уже с вами поговорили. Про то, как пользоваться пробирками с консервантами, в принципе, тоже уже объяснили. Саму пробирку с консервантом также важно. Не следует помещать в холодильник, это совсем не обязательно, потому что, соответственно, пасхатная система, буферная система не работает и без охлаждения. В принципе, производителям указано, что такая пробирка способна сохранять образец в течение 72 часов. Но, честно говоря, никогда не надо выдерживать такой большой период, поэтому больше суток, больше, ну, максимум двое, никогда не хранится такой образец. Что касается 10 мл и строгого дополнения до метки, опять же, это тоже проблематично. Если у вас есть такой объем мочи, то, конечно, лучше выполнить это требование. Если нет, то выполняйте хотя бы на 5-3 мл. Ну и сейчас мы поговорим о том, что же такое анализ мочи и что он должен в себя включать. Полный анализ мочи будет составлять у нас из исследования физических свойств мочи, в том числе и определения относительной плотности, проведения биохимических тестов с использованием коммерческих тест-полосок и микроскопического исследования мочевого осадка. Я знаю, что в некоторых клиниках раньше практиковалось нечто под названием экспресс-диагностика, когда исследование мочи проводилось при помощи тест-полоски. Это крайне неправильно и крайне грубо, потому что это исследование не дает нам полной информации и, в принципе, иногда приводит только к неправильным выводам. Что касается физических свойств мочи, мы начнем с цвета. Наверное, изменение цвета мочи у животного является основным показанием для владельца, то есть, прежде всего, на что он обращает внимание, особенно если зимой собаки, когда мочатся на белый снег, это изменение цвета мочи особенно заметно. Либо у кошек, соответственно, которые ходят наполнители, это не всегда обращает внимание владелец, как правило, он больше обращает, наверное, внимание на учащенное мочеиспускание, либо болезненное мочеиспускание, если с чем обращается в клинику. Непосредственно цвет мочи придает пигменты, это урохромы. Мы знаем, что цвет мочи будет колебаться в зависимости от ее концентрации. Он может быть бесцветным при сильном разведении образца, может быть янтарно-желтым, может быть соломенно-желтым, либо насыщенно-темно-желтым при очень констерированных образцах мочи. Также мы помним о том, что помимо различных экологических состояний, поизменять цвет мочи могут компоненты пищи, допустим, свекла может придавать красный оттенок, морковь-целно-желтый. Некоторые лекарственные препараты способны изменять цвет мочи, такие как антрексалин, метрофураны, они окрашивают мочу в желто-коричневый цвет. Витаминные комплексы могут также придавать аполлисценцию желтым цветом. Ну, клинический потолк владеет способностью отличать 50 оттенков желтого. Концентрированная и кислая моча обычно окрашивается интенсивнее, обладает высокой относительной плотностью, что называется гиперхромурией. Бледная окрашенная моча имеет низкую относительную плотность, слабокислую или нейтральную реакцию и выделяется в большом количестве, это называется гипохромурией. Стандартизированы следующие цвета мочи. Мы различаем бесцветную мочу, бледно-желтую, сверло-желтую или соломиную, желтую, темно-желтую, янтарную, розовую, красную, коричневую, темно-коричневую, коричнево-черную, зереновато-желтую и розовато-желтую. На самом деле это совсем не обязательно, как правило, различают три основных цвета мочи, это желтый, красный и коричневый. По глубине цвета их оценивают на темный и светлый, иногда допускают двойные оттенки, но это не принципиально. Ну, как мы уже говорили, основные цвета мочи, которые мы можем иметь в своей практике. Нутрисосудистый гемолиз, как я думаю, что все с ним сталкивались, он дает такой очень интересный характерный цвет, красно-коричневый, обусловленный наличием высокой концепрации и гемоглобина, и вирубина, как правило, в таком образце. Цвет и прозрачность мочи далеко не всегда изменяются при заболеваниях мочеводелительной системы. Также мы должны помнить о том, что прозрачная бесцветная моча совсем не обозначает о том, что образец имеет низкую плотность. Соответственно, плотность мы должны определять специальным прибором, а не по цвету. Наиболее тревогу для нас будут вызывать, естественно, это красный оттенок мочи, потому что, как правило, красный оттенок мочи, он обусловлен присутствием крови. Сильные пигментированные образцы, соответственно, дают нам эритроцита, гемоглобин и билирубин. Это основные элементы, которые вызывают изменение цвета мочи. Также изменения цвета мочи у нас могут давать кристаллы определенные. Это, как правило, аморфные кристаллы. Аморфный фосфат может давать белый цвет мочи, белый осадок. Белый цвет мочи также могут давать высокую концентрацию лейкоцитов при пилонефритах, допустим. Красно-коричневый осадок могут давать кристалл аморфного урата. И также трипельфосфат тоже может формировать плотный белый осадок. И в зависимости от цвета мочи также, соответственно, дифференцируют причину. Как мы знаем, что темно-желтую мочу мы можем видеть при концентрированной мочи, при употреблении моркови, витамина группы В, опять же, при дегидратации, заболеваниях печени и желчеводящих путей в связи с высокой концентрацией билирубина. Бледно-желтую мочу может наблюдаться при снижении плотности, при приеме мочегонных препаратов, при заболевании сопровождающихся синдромом полиурии и полидепсии. Коричнево-черная моча может обуславливаться высокой концентрацией билирубина, метками глобином, гемоглобином, неоглобином. Особенно-коричневый цвет также может давать билирубин, красные оттенки гемотурия, гемоглобинурия, меглобинурия, парфинурия. Молочный оттенок гиурия, липидурия, кристаллы фосфатов. Зеленовато-желтый оттенок дает окисление билирубина и билирвердин, наблюдаемое при инфекционных либо операционных желтухах. Для того, чтобы дифференцировать гемотурию от гемоглобинурии, рекомендуется оценить цвет на достаточной жидкости супернатанта. Как правило, при гемоглобинурии без гемотурии цвет на достаточной жидкости он останется красным. Истинным красным в случае наличия эритроцетов, истинной гемотурии, достаточная жидкость будет желтым и все эритроцеты уйдут в осадок. Еще такой интересный момент – это порфирия. Это крайне редкая геметическая болезнь, описанная у кошек сиамских пород. Проявляется она нарушением пигментного обмена и повышенным содержанием порфирина в крови и тканях, причем они усиленно выделяются с мочевой калом, придавая им красноватый оттенок. При этом у таких пациентов мы будем не улавливать ни наличие эритроцетов в осадке, ни наличие гемоглобина, ни эритроцетов от С-полоски, но моча будет красным. Также у таких пациентов может наблюдаться фототельматоз, гематические кризы. И связано это с дефицитом ура-порфиногена-3. Но я думаю, что это крайне редкая патология, я не встречала никогда. Да, может быть, кому-то попадалось, но все же следует это иметь в виду, когда вы будете получать окрашенный образец мочи без отсутствия крови, миоглобина и гемоглобина. Описаны это патологии кошек, как я уже сказала, сиамской пород и европейской короткошерстной. Еще есть очень такая интересная табличка, в зависимости цвета мочи, идут по диагностическому алгоритму. Если мы, соответственно, видим розовый, красный или красно-коричневый цвет мочи, мы, соответственно, используем полоску на кровь. В случае положительного результата мы, соответственно, дифференцируем гематурию, гемоглобинурию и неоглобинурию. В случае гематурии у осадки мочи мы находим большое количество ретроцитов. Цвет плазмы остается прозрачным. И, соответственно, что касается анемии, мы можем наблюдать легкую анемию, либо анемии будет отсутствовать. Что касается гемоглобинурии, мы не найдем эритроцитов в осадке. Мы получим окрашенный цвет плазмы. Плазма будет либо красного, либо розового цвета. И, как правило, при гемоглобинурии, поскольку будет наблюдаться гематическая анемия, мы можем находить характерные находки для гематической анемии. Это тельца Хайнса, это сфероциты и это клетки тени. Что касается гемоглобинурии, это достаточно редкая патология, чуть позже мы ей коснемся. Мы также не найдем эритроцитов в осадке. Цвет плазмы будет прозрачный. И у таких пациентов, соответственно, будут в связи с активным разрушением мышц наблюдать и повышение активности ферментов мышечных, таких как креотинкеназа и ОСТ. Следующее физическое свойство – это определение прозрачности мочи. Норма мочи у второго животных прозрачная. При длительном состоянии образца может образовываться облачко слизи. Соответственно, диагностического значения никакого она не имеет. У кошек, как мы знаем, большое содержание жира мочи, поэтому в принципе у кошек, как правило, не бывает прозрачных образцов. Они все слегка мутноватые. И помутнение у нас вызывают кристаллы, клеточные элементы, бактерии, слизь и жир. Соответственно, причину помутнения мы выясняем уже дальше, исследуя осадок у таких пациентов, либо с помощью химического анализа. Различают следующие виды мутности. Это прозрачная моча, мутноватая, либо полистрирующая, мутная, молочно-мутная или молочная, хлопьевидная и кровавая. Ну вот, как мы уже и говорили. И в зависимости, опять же, той или иной мутности предполагают возможную клиническую корреляцию. Прозрачная моча, в том случае, когда мы не видим каких-то чистит в этом образце, мы через такой образец легко можем прочитать газетный текст. Это нормальная моча, либо это сильно разбавленный образец мочи. Что касается мутной полистрирующей мочи, она также без видимых частиц, но прозрачность ее снижена. Она может быть вызвана слизью, может быть вызвана повышенным количеством плеточных элементов и кристаллурией. Что касается молочной мочи, это белый мутный образец, это либо высокая концентрация лейкоцитов, высокая концентрация жиров, либо хилурия, но это очень редкая патология. И что касается хлопьев, то хлопья могут давать кристаллы, либо контаминация скалом. Вот такой клинический случай Ольга Серафимова-Ситковская поделилась со мной. Это анализ мочи кошки с выраженной пиорией. Мы видим, как раз, как мы с вами сейчас обсуждали, это выраженный плотный белый осадок, обусловленный большим количеством лейкоцитов. И при исследовании мочи все поле зрения составляют лейкоциты и бактерии, то есть кошка с пиевым притом. И перейдем к относительной плотности. Относительная плотность мочи будет зависеть от количества растворенных частиц и их молекулярной массы. Соответственно, относительная плотность мочи будет определяться количеством эксклюцируемых электролитов и мочевины. Мы помним о том, что относительную плотность мочи будет повышать глюкоза, плазменный белок и экзогенные вещества, так, например, такие вещества, которые используются для контрастирования. Относительная плотность первичной мочи равна плотности безбелковой плазмы крови и составляет порядка 1,010. В зависимости от потребности организма, как мы знаем, почки могут концентрировать либо разводить первичную мочу. Относительная плотность мочи у животного будет колебаться в течение суток и также зависеть от статуса гидротации. Как мы с вами знаем, что при паранхематозных заболеваниях почек, таких как хронический гламиролонефрит, пиелонефрит, нефосклероз, способность почек к разведению и концентрации мочи будет снижаться, а терминальный период заболевания полностью утрачивается. Почки перестают разводить и концентрировать первичную мочу и выделяют уже окончательную мочу с постоянной относительной плотностью равной относительной плотности первичной мочи 1,010. И продолжительное выделение мочи с такой низкой плотностью получило название изостенурия. При частичной утрации почки на функции концентрации разведения относительная плотность мочи будет длительное время колебаться около точки изостенурии. Это порядка 1,007-1,015. Состояние получило название гипостонурия и является признаком достаточно тяжелого сплевания почек, при котором концентрационная разводящая способность почек будет сохранена, но лишь частично. Также мы должны помнить, что при сахарном диабете, который сопровождается массивной глюкозуре, относительная плотность мочи будет увеличиваться, и каждый грамм на дателлитр глюкоза будет повышать относительную плотность мочи на 0,4 тысячи. А каждые 4 грамм на литр белка увеличивают относительную плотность мочи на 0,1 тысячи. При несахарном антипидном диабете с нарушением реабсорбции воды в канальцевых почках выделяется моча с очень низкой плотностью. При туболинтерстициальных непропатиях и хронической почечной недостаточности относительная плотность мочи будет очень низкая, что соответствует гипостонурии. Какие у нас показания к проведению теста? Это скрининг функций почек, путем оценки способности почек концентрировать в мочу. Поэтому проведение относительной плотности мочи всегда должно быть включено в общий анализ мочи. Также полученные результаты мы всегда должны интерпретировать с учетом статуса гидротации животных, и также обязательно проводить в таких животных определение почечных показателей мочевины и гриотинина. И помнить о том, что однократный результат относительной плотности не говорит нам ни о чем. Если мы получили патологический результат, выходящий за пределы референсного интервала, мы должны повторить это исследование в течение нескольких раз, то есть провести серию таких исследований, чтобы убедиться, что это персистирующий показатель. Пробу важно согреть перед исследованием, потому что холодный образец мочи имеет более высокую плотность. Расперемся к причине гипостенурии. Мы знаем, что гипостенурии, когда почки способны расправлять мочу, но уже не способны концентрировать. Как правило, из основных причин – это первичная дефицита антидиоретического гормона, это центральный несахарный диабет, это снижение чувствительности к антидиоретическому гормону почечных канальцев, либо в результате заболевания непосредственно самих канальцев или ингибиторов антидиоретического гормона, то есть это, что мы будем наблюдать при нефрогенном несахарном диабете. Что касается методов определения относительной плотности мочи, их несколько. Наверное, самый распространенный и самый золотой стандарт – это измерение плотности мочи рефрактометром. От прямых методов определения плотности мочи уже потихоньку отказались, рефрактометр как-то потихоньку вытеснил в рометр. И, в принципе, это правильно, потому что этот метод очень прост, очень удобен и позволяет использовать очень малое количество мочи. Что важно знать при работе с рефрактометром о том, что, соответственно, за ним нужно ухаживать, соответственно, его нужно промывать, его нужно калибровать с дистиллированной водой периодически. Помним о том, что дистиллированная вода должна давать показатель единице. Также такой важный момент – мы никогда не можем сравнить показания, полученные урометром, и показания, полученные рефрактометром. В том плане, что рефрактометр и урометр имеют разные референсные интервалы, это также следует иметь в виду. Что касается центрифигировать либо не центрифигировать образец перед определением относительной плотности, и тут мнение на самом деле расходится. Если раньше практически везде в литературе было указано, что лучше образцы центрифигировать всегда, то, в принципе, сейчас на данный момент считается, что если образец не кровавый и не какой-то слишком мутный, то, в принципе, вы можете исследовать плотность мочи, естественно, в нативном образце без центрифигирования. Если наш результат выходит за пределы референсных значений, то рекомендуется разводить образец мочи дистрифированной водой и умножать полученный результат на степени разведения. Но, как правило, принято разводить образцы мочи в два раза, то есть один к одному с дистрифированной водой, и, соответственно, умножать следующим образом. Если у нас первый результат был, допустим, порядка более 1,050, соответственно, после двукратного разведения он будет 1,035, соответственно, мы умножаем 0,035 на 2 и получаем наш результат 1,070. Ну, вот такие варианты вы будете всегда иметь с мочой кошек, потому что моча кошек крайне высококонцентрированная, и ее приходится разводить. Ну, рефрактометр, я думаю, что все вы видели, как он выглядит. Еще такой, на самом деле, интересный момент. В принципе, считается, что он человеческий. В основном, да, это у нас человеческие рефрактометры со скалой, принятые для человека. Она действительно подходит для собак, но в связи с высокой концентрацией мочи у кошек считается, что не совсем корректно возможно измерение плотности мочи у кошек на таком вот человеческом рефрактометре. И вообще, в принципе, патологи рекомендуют использовать у кошек собственную шкалу и покупать именно ветеринарные рефрактометры с двумя шкалами, это отдельная шкала для собак и отдельная шкала для кошек. Если мы посмотрим на эту картиночку, мы видим, что немного разные действительно эти шкалы и значения будут несколько отличаться. Ну, на самом деле, я не знаю, я не видела на рынке, может быть, кто-то и продает такие рефрактометры, может быть, плохо искала. Нашла только вот такой вот китайский вариант, но надо еще поискать. Вот есть такой вообще интересный прибор для определения плотности мочи. Опять же, Ольга Серафимовна Ситковская поделилась, но это совсем фантастика. Он электронный, помещается в капли мочи и получаем через несколько секунд результат. Вот эти референсные интервалы можно сравнить относительно плотности урометра и рефрактометра собак и кошек. Что касается отберения плотности мочи урометром, в принципе, нельзя сказать, что это плохой метод. Нет, он имеет место быть. Дело в том, что он затруднительный, в плане того, что, во-первых, он требует большого количества образца, не менее 25 мл, требует таких вот стандартизированных условий, температуры помещения, потому что при выходе температуры, калибруют эти урометры при температуре от 15 до 20 градусов. Это считается, что в идеале уносить поправку при изменении этого референсной температуры. И, в принципе, также при небольшом объеме мочи рекомендует, можно, не сколько рекомендует, а сколько можно разводить образец в 2-3 раза, определять значительную плотность и, соответственно, последние две цифры умножать на степень разведения, но считается, что точность при этом снижается. Ну, вот так вот выглядит урометр для тех, кто, возможно, никогда не видел, уже не увидит, наверное, такие приборы. Что касается определения плотности мочи с помощью диагностических тест-полосок, здесь следует иметь в виду следующее. Все эти диагностические тест-полоски были изначально созданы для мочи человека. И референсный интервал на плотности мочи человека гораздо меньше, чем, допустим, у кошек. И в ветеринарии данные полоски не прожили, потому что совершенно не коррелировали с результатами, полученными, соответственно, на урометре либо на рефрактометре. Поэтому, если вам важно померить плотность мочи, не используйте тест-полоски. Как мы уже говорили, что однократное определение относительной плотности мочи не имеет лишающего диагностического значения. И, соответственно, обнаруженная при однократном исследовании высокая либо очень низкая относительная плотность будет требовать выяснения причины, которая могла бы это вызвать. Если вы получаете персистентную относительную плотность менее 1,020, в таком случае можно говорить действительно о наличии очевидной полоски. И, естественно, важный такой момент, соответственно, если у вас животное находится на инфизионной терапии либо при использовании диуретиков, определение плотности образца будет некорректным. Что касается возможных артефактов, как мы уже сказали, что низкая относительная плотность может быть обусловлена лекарственными препаратами. Это приемы глюкокортикоидов, диуретиков, антикомбезантов, аминокликозидов. Это может быть прием корма с низким содержанием белка и высоким содержанием соли, инфизионная терапия. Что касается повышения относительной плотности, считается, что использование рентгенокатрасных веществ, допустим, при проведении урографии может, соответственно, повысить в дальнейшем относительную плотность, если будет после этого глюкокортическая процедура проводиться исследование мочи. Основные патологии, которые будут у нас сопровождаться снижением относительной плотности, это почечная недостаточность, это печеночная недостаточность, пиометра, гиперадренокортицизм, несахарный диабет, пиелонефрит, гиперкальцемия, гипокалемия и первичное психогенное полиэксиен. И перейдем непосредственно к исследованию мочи при помощи диагностических тест-полосок. Тест-полосок на рынке на самом деле сейчас огромное количество. Не могу выделить какие-то конкретно. Я думаю, что все, в принципе, они примерно одинаковые. Работала с разными производителями, работала и с ветеринарными тест-полосками, с медицинскими. В принципе, если существуют какие-то погрешности, ошибки, то, в принципе, они примерно одинаково показывают одновременно их полоски разных производителей. Что касается тест-полосок, работы с тест-полосками, на чем здесь хочется акцентировать внимание. Дело в том, что никогда не старайтесь взять шкалу с тест-полосками с каким-то максимальным количеством монолитов. На самом деле для ветеринарий количество диагностических зон очень ограничено, которые действительно нам нужны, с которыми мы работаем, и в которых мы можем получить какое-то важное диагностическое значение, как правило, с не более пяти этих зон. Хотя производители вам будут предлагать и полоски на 11 показателей, и выше. Я не вижу смысла тратить на эти деньги, потому что, как мы сейчас казнем все позднее, большинство показателей, используемых, они неприемлемы в ветеринарии. Что касается исследований, как я уже сказала, медицинские полоски существуют. Я, в принципе, работаю непосредственно в моей лаборатории очень много лет уже на гиптофане. Также периодически мы используем полоски Айдекс и вот такие комби-вет. Что касается мочевого анализатора, ну, здесь дело добровольное. Покупать мочевой анализатор или нет, вопрос достаточно спорный. Дело в том, что, естественно, производители вам скажут, что этот процесс должен быть стандартизирован, что, возможно, некоторые специалисты лабораторной диагностики могут некорректно воспринимать цвета, что прибор отклиброван для исследования образцов разных окрасок. То есть, так скажем, прибор способен исследовать пигмент, сильно окрашенные образцы мочи и, соответственно, не искажать при этом результаты исследований. Мы знаем, что когда мы сильно окрашенные образцы исследуем, будет это высокая концентрация крови, гемоглобина, либо бирюбина, полоска окрашивается равномерно и действительно очень сложно сочетать информацию, потому что все в одном свете. Но, честно говоря, я не заметила большую разницу. У меня в свое время был мочевой анализатор, были мочевые анализаторы разных фирм, и сказать, что он как-то сильно изменил жизнь в лаборатории и сильно улучшил качество исследований, не могу. Ну, естественно, производители этих анализаторов вам скажут, что все же это важно, что нужно, что влияет разница в освещении рабочего места. Опять же, да, как я уже сказала, индивидуальная способность пользователя различает цвета. И, ну, возможно, единственный плюс о том, что он способен к архивации результатов. Коснемся ПАЖ-мочи и показания, для чего нам это нужно. ПАЖ-мочи, естественно, должно быть включено в общий анализ мочи, в стандартный анализ мочи. Мы всегда исследуем ПАЖ и для чего нам нужен ПАЖ. Мы оцениваем кислотно-основной статус, мы прогнозируем образование уролитов и проводим мониторинг-терапию рультиаза, когда нам важно именно контролировать ПАЖ, соответственно, в кислоту, либо в щелочную сторону. Что здесь важно? Что касается тест-полосок, соответственно, диапазон тест-полоски идет от 5 до 9. Сейчас мы с вами посмотрим на эту шкале. Дело в том, что нет каких-то промежуточных вариантов. Соответственно, если мы получаем значение промежуточное между 5 и 6, мы ставим 5 и 5. То есть образец, он может колебаться только в пределах 0,5 единиц. Соответственно, да, то есть нет таких цифр, как 5,8, 5,9, 5,7. То есть это некорректно и неправильно, вы не можете оценить такую цифру, вы не ПАЖ-метр. Поэтому, соответственно, только в пределах 0,5 единиц мы оцениваем ПАЖ. Что касается точности ПАЖ-метра и тест-полосок, в принципе, не было возможности меня сравнить. Надеюсь, скоро в лаборатории мы приобретем ПАЖ-метр. Но, опять же, естественно, не для мочи, для ПЦР-отдела. И, возможно, будет возможность мне посравнивать тест-полоску и результаты полученные на ПАЖ-метре. Но, в принципе, в основном все клинические патологи, все лаборатории и такие за рубежом пользуются тест-полосками. В принципе, они считаются тоже достаточно точными для такой выручной практики. Что касается артефактов, то здесь на ПАЖ-мочи у нас могут оказать влияние различные окислители. Это дезинфицирующие средства и длительное хранение образца мочи. К основным причинам кислой мочи будет относиться белковый рацион. Мы знаем, что, в принципе, у хищников, как правило, кислая моча, у травоядных, наоборот, щелочная. Избыток белковой пищи может снижать ПАЖ-мочи. Респираторный метаболический ацидоз. Тяжелая работа с гипохлоримией. Тяжелая диарея. Катаболические процессы, такие как лихорадка, голодание, длительные тяжелые физические нагрузки, при которых будут разрушаться белки мышц. Прием мочевых подкислителей, лечебные подкисляющие диеты и бактериальные циститы, вызванные шерехи Коли, но это крайне редкая причина. Что касается причин щелочной мочи, как мы уже говорили, это недавний прием корма. Первые 2-6 часов после кормения способны исходить с критаты ПАЖ и вызвать ложное повышение ее в щелочную сторону. Это инфекции мочеводящих путей с рязопродуцирующими бактериями, которые будут вызывать, соответственно, защелачивание мочи. Это прием внутрь щелочей, таких как бикарбонат или цитраткалия, почный табулярный ацидоз, преобладание в рационе овощей и каш, метаболический и респираторный алкалоз. Стресс может вызвать повышение ПАЖ мочи, допустим, во время у кошки, в принципе, так как мы знаем, в принципе, животы подвержены стрессу, и даже приезд в клинику для них достаточно сильный стресс, и мы должны это иметь в виду. И, соответственно, получая такую щелочную ПАЖ, также желательно иногда провести серию исследований, чтобы убедиться, что это истинное значение. И длительное хранение образца. Устойчивая щелочная моча будет являться показанием для проведения полного анализа мочи и бактериологического исследования. Если у вас в анамнезе, в общем анализе, и в посевах нет причин для щелочной мочи, мы можем рассматривать вероятность дистального почного табулярного ацидоза. Рейтинг-интервалы для мочи составляют от 6 до 7,5 у собак и кошек. Что касается лекарственных препаратов, которые у нас оказывают влияние на ПАЖ-мочи, это различные мочевые подкислители, такие как метионин, манделят, фосфатные соли, хлорид, аммония. Они все будут приварить к снижению ПАЖ-мочи. И повышать ПАЖ-мочи у нас может ацетозоламид, бикарбонат и цитраткалия. Следующий показатель, который нам важен, также в протез-полоске мы всегда смотрим, это определение глюкозы. Что касается глюкозы, мы помним о том, что при повышении в крови уровня глюкоза более 10 у собак и более 16 у кошек, глюкоза будет выделяться с мочой. Показатель гликемии, при котором появляется глюкозурея, называется почечным порогом. С возрастом почечный порог для глюкозы будет снижаться. Важный момент здесь, дело в том, что глюкоза крайне нестабильна, в принципе, как в крови, так и в моче. Если нам важно посмотреть глюкозу в моче, мы должны провести это исследование немедленно, либо в течение двух часов. То есть не может такого быть, чтобы бродяк хранился там в течение суток, а потом мы принесли его на глюкозу. Что касается пробирок со стабилизатором, вопрос на самом деле спорный, насколько они способны выдерживать уровень глюкозы. Возможно, даже корректно в таком случае используются пробирки с консервантом для глюкозы. Поскольку глюкозурия может быть постоянная, может быть приходящая, она также будет требовать у нас мониторинга. И, естественно, обнаружение глюкозы мочи автоматически будет требовать проведения исследования на проверение глюкозы сыворотки, если оно до этого не проводилось. Соказания к проведению теста будут, ну, как мы уже говорили, определение глюкозы является компонентом рутинного анализа мочи для мониторинга инсулинотерапии у животных с сахарным диабетом, также у животных с полиуреей и полидепсией. Еще такой очень важный момент. Дело в том, что у животных с почной недостаточностью снижается скорость клубочковой фильтрации. И, соответственно, фильтрация глюкозы, она будет очень небольшая. Эта глюкоза, которая фильтруется, она будет реабсорбироваться в почной канате. Соответственно, мы можем не увидеть глюкозурии. То есть мы можем не обнаружить глюкозу в моче, соответственно, при этом у животных может быть сахарный диабет. Поэтому ориентироваться только на глюкозу в моче мы, естественно, не можем. Соответственно, принято, как мы уже рассказали, это метод определения по тест-полоске, он наиболее самый распространенный. Они различают, соответственно, с четырех креста поценивают глюкозу на крест, когда уровень глюкозы составляет 2,8 ммол на литр, и на четыре креста 55 ммол на литр. В принципе, метод достаточно точный. Единственное, о чем следует помнить, при очень кислых образцах мочи может задерживаться развитие ферментативной реакции, может быть сложная отрицательная реакция на глюкозу. Непосредственно в своей лаборатории, как правило, все образцы положительные на глюкозу, я еще исследую количественные методы определения. Количественных методов определения глюкозы существует два. Это глюкозы оксидазные и гексокиназные. Оба метода, на самом деле, очень высоко специфичны, дают хорошие результаты. Но, на мой взгляд, гексокиназный метод более чувствительный, более, так скажем, меньшее влияние на него оказывают различные артефакты. Определение глюкозы, как любого биохимического показателя, мы должны проводить на достаточной жидкости. И, соответственно, что также следует помнить о том, что редкая кислая моча может инкибировать активность фермента в случае глюкозооксидазного метода. И мы также можем получать сложные отрицательные результаты. Поэтому я за гексокиназный метод. Что касается возможных артефактов, как мы уже говорили, это длительное хранение образца в холодильнике. Это воздействие на лекарственных препаратов. Считается, что аскорбиновая кислота и тетритциклин способен снижать уровень глюкозы. И это резко кислая пашмачин. Что касается повышенного уровня глюкозы, это возможная внутривенная инфузия гектроза, содержащих растворов, использование нейтротоксичных препаратов, которые вызывают максимальную почную табулярную дисфункцию, допустим, нейтротоксичность аминогликозитов, либо циполексин. И попадание в образец мочи, флор, содержащих дезинфицирующих средств и перекиси водорода. К основным причинам глюкозырии их на самом деле много, и они все будут делиться на группы. То есть, что здесь важно? Различают гипергликемическую глюкозырию, норму гликемическую глюкозырию. И что здесь важно? Гипергликемическую глюкозырию, то есть глюкозырия, которая будет сопровождаться одновременно повышением уровня глюкозы в сыворотке. Это может быть грандиторная глюкозырия, которая вызвана стрессом, когда идет у нас в освобождении катахоламинов и глюкокротикоидов. Это могут быть лекарственные препараты, такие как ксилозин, фенотиозин или спаркиназа. И это недавний прием пищи. Что касается персифтирующей глюкозырии, это сахарный диабет, это гиперадренокротицизм, биохромоцитома, акромегалия, глюконома, острый панкреатит и хроническая печеночная недостаточность. Что касается нормы гликемической глюкозырии, она может быть врожденная и приобретенная. Врожденная это синдром фанкония, например, тау-бассенджа. Это первичная почечная глюкозырия, описанная у норвежских холкхаундов, метисов и шатанских стерьеров. И, в принципе, это щенки до 8 недель, у которых может наблюдаться легкая глюкозырия в моче, связанная еще с неполноценным функционированием почечных канальцев. Что касается приобретенной глюкозырии, это острая почечная недостаточность может наблюдаться, когда идет острое поражение почечных канальцев. Обусловленный токсикозом приобретенный синдром фанконии, это воздействие не по токсичным препаратам, либо отравление тяжелыми металлами. Хроническая почечная недостаточность также. Также загрязнение образца мочи у гематуреи у кошек с тяжелым геморрагическим циститом может быть ложной реакцией на глюкозу. И описан также артефакт, как ксепдон-гипергликемия у кошек со струкциуретры. Честно говоря, не совсем я понимаю эту причину. На мой взгляд, верояние всего у кошек со струкциуретры может наблюдаться как раз острая почечная недостаточность, и с этим приобретенная нормогликемическая глюкозырия. Ну и сразу раз мы уже поговорили про глюкозу, мы коснемся немного кетонов. Мы знаем, что в организме человека-животного диагностического значения имеют 3 кетоновых тела, это ацетон и 2 кислоты ацетоксидные и бета-гидроксиоксимас. На тест-полоске не способны ловить у нас бета-гидроксибатерат, поэтому мы ориентируемся только на ацетон и на ацетоксидные кислоты. Причем мы тут должны помнить о том, что ацетон-соединение крайне летучее, поэтому исследование, если нам важно посмотреть на кетонурию, то исследование должно проводиться также в свежем образце мочи. Ну, что касается кетонов, на самом деле прогнозическая ценность их сомнительна, потому что, как правило, не сильно они помогают, потому что террористские ацетозы у нас не всегда составляют корреляцию со степенью кетонурию, плюс кетонурия очень часто встречается без гликозурии по разным другим причинам, и может случаться так, что сильно окрашенные образцы не могут давать ложную реакцию на кетоны. В таком случае вообще рекомендуют использовать тест АЦТ с компанией Bayer, но как-то непосредственно знакомые эндокринологи, с которыми я консультировалась, они не видят необходимости в этом тесте, поэтому кетонам слишком большое значение уделять не стоит. Также мы должны помнить о том, что высокая плотность мочи и интенсивно окрашенные образцы мочи могут вызывать ложные положительные результаты на кетоны. Как мы уже сказали, проводим тест только в свежей моче. Показанием для проведения теста будет обследование животных с сахарным диабетом с целью выявления кетоацидоза. Это животные, также заболеваниями, сопровождающимися повышением глюкона, генеза, либо избыточным катаболизмом липидов, выявлением токсиномии при беременности, также будут являться основанием для проведения теста на кетоны. Что касается основных причин кетонурии, то это нарушение обмена углеводов, куда мы можем отнести сахарный диабет, это секретирующие эндокринные опухоли, такие как аденомы, гипофизы, надпочечников, глюкогономы, это гликогенозы, это дефицит углеводов, который будет связан с истощением, с анорексией, с длительным повышением температуры, это длительная гипогликемия при инсулиноме, например, значительные физические нагрузки у собак, диеты с низким содержанием углеводов и большим содержанием жиров, токсинемия беременных и потеря углеводов, допустим, при поражении фанальцев почек. Следующий тест – это определение билирубина. Билирубин – это также важный тест, но о чем здесь следует помнить? Дело в том, что билирубин крайне нестабилен. Соответственно, если нам нужно провести исследование на билирубин, мы должны исследовать только свежие образцы мочи. Либо даже в таком случае желательно образец мочи, повернуть либо в фольгу, либо в какой-то темный материал, чтобы максимально снизить протесты света на образец. Как мы знаем, что кунингированный билирубин свободно фильтруется в клубочковый фильтрат и не реабсорбируется. У собак почечный порог для билирубина крайне низкий, в отличие от других животных, поэтому небольшое количество билирубина, как правило, у собак мы будем улавливать всегда. Плюс в эпидемиальной клетке канальцев почек у собак содержит фермент глюкранилтрансфераза, который способен кунингировать билирубин. Соответственно, тут важно, билирубина рейна важна у кошек, но поскольку мы знаем о том, что почечный порог для билирубина у кошек крайне высок, соответственно, если у кошек мы находим билирубин в моче, то вероятнее всего-то в сыворотке крови он уже будет достаточно высоким. Поэтому какую-то дополнительную информацию он нам здесь не даст. Также следуем по помощи тест-полосок, оцениваем на три креста. Как правило, считается, что одна зона диагностической тест-полоски составляет примерно где-то 4-5 метрамоли на литр. Соответственно, три креста будут составлять примерно 15 метрамоли на литр. Что касается билирубина рейна собак, вот здесь такая прекрасная табличка. Согласно концентрации мочи собак оценивают возможное наличие билирубина в моче. Если концентрация мочи составляет порядка 1,024-1,040, то допустим наличие билирубина на 1,3. Если это высоко концентрированный образец мочи, порядка более 1,040, то билирубин мы оцениваем уже на два креста, и это будет являться вариантом нормы. Соответственно, в образцах с пониженной плотностью билирубин должен отсутствовать. Как мы оцениваем этот тест? Избыточная билирубина риу собака, если это образец низкой плотности, любая билирубина риу кошек, соответственно, является основанием для проведения биохимического анализа крови. Мы обязательно определяем концентрацию билирубина в сыворотке, мы обязательно определяем трансаминазы и определяем гематогрид, потому что билирубин может свидетельствовать у нас как о паразематозных заболеваниях печени, даже от шеводящих путей, так и о гемолитических заболеваниях. Соответственно, при низком гематогриде мы проводим исследования также на ритикулацеты для дифференциации типа анемии. К основным причинам билирубина риа будет относиться заболевания печени. Вот гипотическая обструкция желчного протока и гемолитическое анемия. Продолжительная анорексия у животного может также давать слабую билирубину риу. Влияющий фактор, оказывающий влияние на этот тест, считается, что аскорбиновая кислота может снижать или полностью подавлять чувствительность этой зоны. При длительном хранении, как мы уже сказали, на свету может разрушаться билирубина достаточно быстро. И ложноположительные реакции на билирубин могут давать лекарственные препараты, которые окрашивают мочу красным цветом, либо приобретают красный цвет под влиянием кислой среды реакционной зоны. В принципе, как я уже говорила, все сильно окрашенные простые мочи будут из-за высокой концентрации крови, гемоглобина или билирубина, вот эти зоны диагностических полосок будут искажать из-за сильно окрашенного цвета. В принципе, теоретически можно попробовать сантрифугировать подобные образцы крови и исследовать уже на достаточную жидкость. Некоторые клинические патологи предлагают использовать АИКТО-тест. В компании Сименс на билирубин считается, что этот тест более чувствительный, чем диагностическая зона стандартной тест-полоски и считается, что у него лучшее цветовое восприятие. Что касается лекарственных терапий, способных вызвать билирубинурии, то существует достаточно большая группа препаратов, после приема которых мы можем увидеть наличие билирубина в моче. Очень часто это может быть появление билирубина после проведенного лечения у собак и кошек после курса антибиотикотерапии. Следующие диагностические зоны, которые есть на тест-полосках и как мы с ними работаем. Есть тест у нас на нитриты. Этот тест был создан также для человека и считалось, что по действиям бактерий происходит превращение нитратов в нитриты и тест на нитриты считается косвенной оценкой наличия бактериории. Никаких подобных исследований в витеринарии нет, соответственно, это никак не подтверждается. Соответственно, тест на нитриты мы можем совершенно смело игнорировать. Следующий тест, тест на урубилиноген. Урубилиноген также используется в медицине. Считается, что при гемолизе урубилиноген повышается. Была какая-то статья, которая говорила о том, что у собак возможно также повышение урубилиногена при гемолизе, но достойного подтверждения это исследование не нашло, поэтому в витеринарию на урубилиноген исследование не проводят. Что касается теста на лейкоциты, тест, в принципе, задумка хорошая. Но тест, опять же, изначально был создан для человека. В основе его лежит активность эстеразы грунтстарных лейкоцитов. Но тут существует одна большая проблема, что дело в том, что существуют еще эстеразы нелейкоцитарные, которые дают очень сильный перекрест и которые очень дают часто ложную положительную реакцию на лейкоциты. Поэтому диагностическая полоска на лейкоциты, использование этого теста некорректно, потому что высока частота освещаемости ложных положительных результатов, особенно в высоко концентрированной моче. Поэтому лейкоциты мы оцениваем только по осадку. Что касается определения крови, мы знаем, что на тест-полосках у нас существует две диагностические зоны. Это зоны, которые отвечают за концентрацию гемоглобина и эритроцитов. Но, как правило, при каких-то выраженных гематуриях мы видим одновременное повышение в обоих зонах, поэтому, в принципе, сильного диагностического значения мы можем им не придавать, потому что дифференцировать гемоглобинурию от эритроцитов по тест-полоске мы не можем. В принципе, чувствительность, да, что касается чувствительности, то чувствительность тест-полоски считается достаточно высокая, она ловит порядка пяти эритроцитов в одной микролитре крови и порядка десяти разрушенных эритроцитов в одной микролитре крови. Но, что касается практики, я думаю, что неоднократно встречали, что мы можем видеть отсутствие реакции на кровь и наличие эритроцитов по осадке. Но этому также есть объяснение. Показанием для проведения теста будет являться то, что, опять же, это является частью стандартного анализа мочи. Для подтверждения наличия внутрисосудистого гемолиза. Также для, как вспомогательный метод для выявления причины интенсивно окрашенных образцов, да, фигментурии. И вспомогательный метод при выявлении причин протеинории. Что касается влияющих факторов, на что нам действует, обратите внимание. Завышение результатов и ложноположительная реакция у нас может давать мочевая кислота, у нас может давать, простите, астарбиновый кислотан. Это могут давать остатки моющих средств на стенках посуды, сильные окислители. Низкая плотность мочи. Что касается ложной отрицательной реакции на кровь, она будет проявляться при, вот это на самом деле очень важно, высокая плотность мочи и очень кислая паш мочи может приводить к отрицательным результатам на кровь. Этот момент следует запомнить, потому что такие ситуации у вас будут встречаться. Также интенсивная расширение деятельности бактерий с порами цели грибов считается, что также может оказывать влияние на результаты исследования. Также очень важный момент перед проведением исследования, вообще, в принципе, перед проведением исследования мочи с помощью тест-полоски, образец должен быть тщательно перемешан. Особенно это касается ретроцета, потому что они могут опуститься на дно в виде в грейсе, и мы таким образом, не перемешав образец, получим ложной отрицательный результат. Если мы получаем положительную реакцию на кровь, мы всегда у такого пациента не должны ограничиться только тест-полоской. Мы обязательно должны провести исследование осадка и, соответственно, искать ретроцеты, искать прецепитаты гемоглобина, клетки тени, все, что бы давало нам основание предполагать наличие гемодуреи, либо гемоглобинурии. Также, как мы уже сказали, мы должны помнить о том, что щелочная моча и гипостенуричная моча может привести к лизису ретроцетов, и их сложно будет достаточно обнаружить в ночевом осадке. Если ретроцеты не обнаружены, и цвет на достаточной жидкости розовый или красный, то в таком случае нам нужно посмотреть на гематогреты и оценить цвет плазмы, потому что вероятнее всего мы имеем дело с гемоглобинурией. Если плазма крови розовая или красная, то это будет говорить о гемоглобинурии. Если у нас нет ни признаков, ни гематурии, ни гемолиза, то, возможно, стоит рассмотреть вероятность гемоглобинурии и провести тест с сульфатом аммония. Что касается диагностики гемоглобинурии и не гемоглобинурии, честно говоря, никогда я не проводила подобного теста, никогда у меня не было оснований предполагать не гемоглобинурию. Все-таки эта патология достаточно редкая, возможно, кто-то проводил подобный тест. Выглядит он следующим образом, это качественная проба. В 5 мл мочи растворяют 2,8 г кристаллического сульфатом аммонии и в дальнейшем фильтруют через бумажный фильтр. Если моча присутствует в гемоглобин, то окраска петрата будет красно-коричневого цвета. Если моча к гемоглобин, то окраска будет соответствовать цвету обычной мочи, так как сульфатом аммония будет осаждать 80% гемоглобина. В принципе, я думаю, что также можно попробовать провести исследование на креатинкиназу и на спартаттрансферазу, соответственно, для того, чтобы дифференцировать состояние, потому что, естественно, какие-то тяжелые мышечные повреждения не будут сопровождаться повышением мышечных ферментов. Так, что мы знаем о гемоглобинурии? Это очень маленькая молекула с низким почечным порогом, поэтому она совершенно спокойно будет фильтроваться почечными клубочками и при обширной травме мышц она будет выделяться с мочей, придавая ей темно-красный цвет. Мы должны следует помнить о том, что такая патология может быть и, соответственно, возможно, применять дополнительные диагностические тесты. Что касается основных причин гемотурии, с которыми мы можем сталкиваться, они могут быть связаны с поражением почек и мочеводящей системы, они могут быть связаны с заболеванием почек и с новообразованиями и с причинами, не связанными с заболеванием мочеводящей системы. Это могут быть циститы, это могут быть адиопатические циститы кошек, инфекция мочеводящей стуки собак, мочекаменная болезнь, это могут быть паразиты, такие как капиллярии. Что касается заболеваний почек, непроза, неприты, инфаркты, почечная тазовая гематома, паразиты, такие как дектофима, могут давать гемотурию. Что касается злообразования, наверное, самое распространенное, это переходно-клеточная карцинома. Из причин, не связанных с заболеванием мочеводящей системы, мы рассматриваем коголопатии, которые могут быть вызваны родинфицидами, ДВС-синдром. Гетерогенные причины, как мы уже говорили выше, могут быть связаны с отбором мочи, это цистинтез, либо это актеризация, и контаминация, которая может исходить из плавы спутей. То есть, соответственно, при обнаружении эритроцитов, соответственно, при положительной реакции на грозе, должны исключить наличие услуг течики, исключить наличие заболевания влагалища, поражение в области припуца и предстательной железы. К основным причинам гемоглобинурии будут относиться причины, связанные также с почкой мочеводящей системы, это лизис эритроцитов в щелочную или распределенную моче, и причины, не связанные с мочеводящей системой. Это может быть внутрисосудистый гемолиз, это могут быть лекарственные препараты, способные вызвать гемолиз, такие как парцитамол, бензокаин, нестероидные противоспалительные средства. Из инфекций, способных вызвать гемоглобинурии, мы рассматриваем в обезиоз, реже аспергеллез, гемоплазм крайне редко и бластинекоз. Что касается физических повреждений, это могут быть травмы, тяжелые ожоги, электрический шок, солнечный тепловой удар, токсичные растения, гипофосфатомия, системная красная волчанка. Что касается генетически порожденных заболеваний, это дефицит перваткиназа, дефицит фосфоктокиназа, болезни накопления медь, и, как мы уже с вами говорили, корфирия у сианских кошек. К основным причинам гемоглобинарии будут относиться острые тяжелые поражения, либо некроз мышц, которые могут быть травматические, токсические и шимические. Это может быть чрезмерная физическая нагрузка, миопатия баптейлов, лактат и цедоз при физических нагрузках. Но это крайне редкая патология. Как мы уже говорили, оцениваем также обязательно при подозрении на эту патологию мышечные ферменты, такие как аспартат трансминаза и креатинкиназа, оцениваем гематокрит и внешний вид плазмы. И перейдем уже к более интересному определению белка в моче. Белок в моче мы можем определять разными методами. Начнем с определения белка при помощи тест-полоски. Как мы знаем, что в основном тест-полоска реагирует на альбумин в моче. На высокомолекулярные белки, такие как иммуноглобулины, как белок Бенжонса, она не чувствительна. Поэтому, соответственно, тест-полоска способна распознавать только нарушение гумбулярной функции почек. Что касается влияющих факторов на этот тест, это будут ложноположительные результаты. Могут наблюдаться при высокой плазмочи порядка 8 и высокой плотности образцам. Многие зарубежные наши коллеги, в принципе, в России, принято все-таки определение белка проводить сначала начиная с тест-полоски. По тест-полоске мы оцениваем белок в трех кристалл. Соответственно, на крестке порядка 0,3 грамм на литр, два криста – это 1 грамм на литр, и порядка 5 грамм на литр – это на 3 криста. Дело в том, что метод нельзя назвать корректным, потому что частота встречаемости ложноположительных результатов достаточно высокая. Во-первых, положительный результат, он всегда должен быть подтвержден соответствующим тестом на протеинурию, как правило. Ну, в принципе, по нашей вырубежной коллеге по такому алгоритму идут. Сначала идет исследование мочи на тест-полоски на белок. При положительном результате мы проводим тест на соотношение белок-криотинин. Но дело в том, что отрицательный результат, как правило, у собак действительно исключает наличие протеинурии, даже по тест-полоске, а вот у кошек он может быть ложно-отрицательным, поэтому, соответственно, тут нужно быть тоже очень внимательным. Что касается количественного метода, метод связывания белками красителя, это самый точный, конечно, чувствительный метод. Метод был, называется, переголовым красным. К сожалению, мы, естественно, не можем померить белок мочи методами, принятыми, да, бюретовым синим, который принят для определения белка в сыворотке, по той простой причине, что концентрация белка в моче, она крайне низкая. И реагенты, используемые для сыворотки, они просто не ловят такой низкий уровень. И для этого используют специальный набор с переголовым красным, который был впервые предложен в 1983 году, и также как тест-полоска, он высокочиспелителен к либумину. Как правило, все фирмы, которые выпускают наборы для биохимии, они имеют в своем перечне набор для определения белка в моче. Этот метод устанавливается как на автоматические, так и на полуавтоматические биохимические анализаторы. Как правило, он имеет линейную область 102 грамм на литр. Соответственно, если ваш образец выходит за этот референсный интервал, рекомендуется разводить его диалогическим раствором и повторно проводить исследование, умножая на степень разведения. Так же, как для любого биохимического метода, мы исследуем ацентрфагированную мочу, мы исследуем на достаточную жидкость. Это пример набора, на котором работаем мы, может быть, на самом деле любым. Несколько слов хочется сказать про тест сульфосалициловой кислотой. Он полуколичественный, но даже до сих пор еще во многих зарубежной литературе про него пишут. И он хорош, наверное, в том случае, если у вас нет возможности привести к коллическому тесту, вы получили соответственно положительный результат по тест-полоске, в принципе, можно попробовать привести тест с сульфосалициловой кислотой. Особенно в том случае, когда моча щелочная, и тест-полоска может выдать ложный положительный результат. Для этого используется 5% раствор сульфосалициловой кислоты, его готовят и смешивают рану в частях с водой. Сульфосалициловая кислота вызывает дентурация соответственно белка и повышение мутности раствора пропорциональной концентрации белка в нем. Концентрация белка оценивается в крестах от 1 до 4 крестов. Тест с сульфосалициловой кислоты также оценивает альбумин, он не способен улавливать клубулины и не способен улавливать белки Бен-Джонсон. И мочу для этого теста также необходимо отсентрифугировать. Что хочется сказать в принципе о концентрации белка в маще. Дело в том, что концентрация белка в маще у нас будет колебаться в течение суток. Поэтому для того, чтобы оценить наличие истинной протеонерии, нам необходимо привести не менее нескольких серийных исследований, чтобы сказать о том, что протеонерии действительно существуют. Поэтому любое обнаружение белка в маще у клинически здоровых животных, в которых нет оснований подозревать заболевание мочеводящих путей либо заболевание почек, мы должны повторить. Соответственно, все животные будут требовать серийных исследований. Также мы должны помнить о том, что любой препарат, который приводит к тубулярному либо гонерулярному поражению почек, он может вызвать протеонерию. Соответственно, когда вы получаете протеонерию в исследованиях, вы всегда должны в анамнезе уточнить, нет ли у животного приема нефротоксичных препаратов. Также важный момент считается, что если нам важно оценить концентрацию белка в моче, желательно не использовать никаких консервантов, поскольку они также способны исказить реакцию. Основные нефротоксичные препараты здесь приведены, которые могут вызывать появление белка в моче. И, соответственно, если у вас пациент принимает какой-то из этих препаратов, из этого перечня, желательно периодически проводить тесты на протеонерию, для того, чтобы выявить возможно раннее поражение канальцев почек и исключить препарат, потому что это может светиться в начале родивающейся острепочной недостаточности. К основным причинам повышения стяжания белка в моче будет относиться транзиторное повышение, которое, так скажем, преринальное, которое может быть вызвано лихорадкой, тяжелой физической нагрузкой, эпилептическими припадками, когда происходит нарушение перфузии почек. Это истинная ринальная протеонурия, обусловленная повышенной проницаемостью клубочков, как вы можете проворотаться при экламировании фрите и при аниллоидозе. Это гематурия, гемоглобинурия, неоглобинурия. Гемоглобинурия, которые всегда будут сопровождаться высокой концентрацией белка. Это инфекция мочеводящих путей. Так, что еще важно знать? Если мы получаем устойчивую протеонурию с неактивным мочевым осадком, то мы обязательно должны провести соотношение белок-креатинин. Вот сразу хочу акцентировать на это внимание, потому что очень много клиницистов одновременно назначают исследование, общее исследование мочи одновременно соотношение белок-креатинин. Это не совсем корректно, потому что очень часто эти пациенты имеют инфекцию мочеводящих путей. Они имеют, соответственно, наличие клеток воспаления, наличие гематурии, которые изначально всегда будут давать высокое соотношение белок-креатинин, потому что присутствует воспалительный процесс, присутствуют эритроциты, присутствуют они по преринальным причинам. Соответственно, это неистинная протинурия, поэтому старайтесь сначала провести общий анализ мочи, когда вы убедитесь, что осадок неактивен, в таком случае уже проводите соотношение белок-креатинин. Если мы диагностировали патологическую протинурию, мы должны всегда обязательно сперить концентрацию белков в сыворотке крови. Для диагностики протинурии, связанной непосредственно с моноклональной гомопатией, нам здесь уже нужно проведение электрофореза белков мочи, потому что действительно у нас может быть протинурия, но наши тест-системы не будут улавливать, если речь идет о каких-то парапротеинах в молекулярных белках или белках Бенжонса, допустим, при меломе. Что касается кошек, то при анемидозе кошек мы также можем не видеть протинурии, потому что будет поражение мозгового слоя. Да и в принципе, как мы знаем, что у кошек заболевания почек, как правило, сопровождаются заболеваниями интерстиция и табулярными заболеваниями, соответственно, выраженной протинурией у кошек, в отличие от собак, мы, как правило, никогда и не увидим. Несколько слов хочется сказать про микроальбуминурию. Вопрос на самом деле такой очень спорный. В принципе, информация о том, что это исследование проводится, существует, существует несколько статей, но информация очень противоречивая. Если мы рассмотрим современные алгоритмы и подходы к пациенту с патологией почек мочеводящих путей, подходы к пациенту для диагностики ранней почечной недостаточности, ранних заболеваний почек, то в принципе микроальбуминурию, тест на микроальбуминурию никто, как правило, не проводит. Но что здесь хочется сказать? Дело в том, что все тест-системы, предоставленные для определения белков в моче, они имеют достаточно высокую нижнюю границу, не способны улавливать низкую концентрацию альбумина. А микроальбуминурия говорят в том случае, когда альбумин повышается порядка 0,1 и 0,1 до 0,3. Тогда мы можем говорить о микроальбуминурии и задумываться о возможном поражении клубочков. Но здесь все очень неоднозначно. Дело в том, что, во-первых, у кошек с возрастом микроальбумин повышается, что было доказано из исследований. Поэтому использовать этот тест в качестве скрининга на раннее заболевание почек у кошек крайне сомнительно. Плюс микроальбуминурия действительно чувствительный тест, но крайне неспецифичный. Микроальбуминурия может сопровождать большое количество системных заболеваний, не связанных с заболеваниями почками. Поэтому также оценивать результаты этого теста достаточно проблематично. В медицине действительно нашло до себя место. Она используется как индикатор диабетических непропатий, но в ветеринарии, как правило, микроальбуминурия не уделяет должного внимания. Несколько лет назад компанией СЕСКО был выпущен экспресс-тест на микроальбумин. Он был видоспецифичный, отдельный у собак и кошек. Какое-то время даже мы пытались работать на этом тесте. Но буквально через несколько лет этот тест был снят с производства и в принципе больше никакой альтернативы они ему не придумали, потому что было проведено исследование, исследование было на кошках, согласно которому не наблюдалось корреляции между повышением микроальбумина и соотношением белок-креатинина. То есть даже наоборот, получалась была группа кошек, у которых повышалось соотношение белок-креатинина, а микроальбумин при этом оставался в референсном интервале. Поэтому этот тест не зарекомендовал себя и на данный момент это исследование не проводится. Дело в том, что существует еще несколько тестов на диагностику микроальбуминурии, это количественные методы, сюда будет относиться иммуно-турбодиметрический метод и непосредственно твердофазный иммуноферментный анализ. Что касается иммуно-турбодиметрических методов, мы знаем, что многие иммуно-турбодиметрические методы, они соответственно основаны на человеческих антицеллах. И на многие исследования, допустим, такие как цироактивный белок, децимер действительно идет очень хорошее перекрест с собачьими антителами, с кошачьими антителами, в том числе в случае бедемера, и дают хорошие результаты. Что касается теста на микроальбуминурии, то вот он абсолютно не работает в ветеринарии. Дело в том, что компоненты набора не реагируют с альбуминами животных. Соответственно, использовать этот тест мы не можем. Это некорректно и это неправильно. на самом деле самый достоверный здесь анализ это твердофазный монофермент анализ стрелайза, но если поискать наборы, то в принципе я таких каких-то наборов особо не нашла на микроальбумин. Предлагается набор компании MyBiosource, но и то он предназначен больше для не для рутинных тестов, а для научных исследователей. Что касается подхода, соответственно ориентироваться на микроальбумин очень сомнительно и в принципе до сих пор значение этого теста достаточно спорное. Также рассматривается определенный подход к пациенту с микроальбуминурией и он будет следующий. Если мы получаем микроальбумин порядка 0,15 грамм на литр, нам необходимо повторить этот тест через 7-10 дней. При сохранении прежнего результата мы ищем системное заболевание, которое могло бы вызвать соответственно повышение подобное и повторить тест через 1-3 месяца. При сохранении прежнего результата мы проводим тест на соотношение белок-креатинии. Если соответственно через 7-10 дней либо через 1-3 месяца концентрация микроальбумина снизилась, в таком случае мы просто ставим на мониторинг таких пациентов и проводим исследование повторно через 6-12 месяцев. И непосредственно поговорим о золотом стандарте диагностики протеинурии это определение соотношения белок-креатинин в моче. Действительно это соотношение позволяет нам определить приблизительную величину и значимость протеинурии. Что касается референсных интервалов, то принятые референсные интервалы у собак менее 0,5, у кошек менее 0,4. Соответственно слабая протеинурия, когда соотношение белок-креатинин составляет от 0,5 до 3, часто спровождает почные дубулярные заболевания, реже гломерулярные заболевания, заметная протеинурия, когда соотношение белок-креатинин превышает 3, спровождается неактивным мочевым осадком, бывает следствием почного гломерулярного заболевания, такой как гломеролнифрит либо анилитоз. Что следует знать про этот тест? Также, как любое биохимическое исследование мочи, желательно не использовать пробег с консервантом. Мы используем обычную, наливаем мочу в обычный контейнер, это стерильный контейнер, который покупается в аптеке, либо предоставляется лабораториями, и, соответственно, показатели, что белка, что креатинина, они очень стабильны, они не разрушаются в течение нескольких часов, он может совершенно спокойно стоять в холодильнике в течение недели, ничего с ним не случится. Как мы уже говорили, при выраженных воспалительных процессах и макро-гемитория, не проводите ВТЭК, потому что никакой полезной информации вы не получите. И также здесь необходимо помнить о том, что если у пациента присутствует снижение клубочковой фильтрации, то, естественно, мы всегда будем получать высокое соотношение белок-реатинин, и, опять же, оно не будет также нам, не поможет нам в каком-то диагностическом плане. Что касается методов определения, то белок-реатинин мы можем определять при помощи сухих слайдов, допустим, которые предлагает компания Айдекс, либо непосредственно при помощи жидкостной биохимии спектры фотометрические. Что касается жидкостной биохимии, то здесь хочется маленькую заметочку сказать о том, что я считаю, что, в принципе, я считаю и многие зарубежные специалисты, что в случае определения креатинина лучше использовать здесь энцематический метод, а не метод ЯФА. Да и, в принципе, лучше использовать энцематический метод. Об этом мы с вами поговорим на следующем вебинаре по диагностике заболеваний почек, поскольку он более точный и меньше оказывает на энцематический креатинин влияние различные сторонние факторы. Как производится соотношение белок миллиграммный децилитр мы делим на креатинин миллиграммный децилитр. Соответственно, получаем наше соотношение. Здесь существует тоже очень много тонкостей. Дело в том, что значения могут колебаться в разные дни. И однократные патологические значения, на которых мы можем остановиться и, соответственно, отталкиваться и продолжать дальнейшие диагностические действия, это у собак, когда соотношение белок и леотин составляет более двух, у кошек более единицы. Если же мы получаем более низкие цифры, вот здесь следует нужен мониторинг. Вообще, была очень интересная лекция на секции нейтрологии на НВС у Розана Джексон, в которой она рассказывала о том, что в случае более низких цифр нам необходимо провести перейдный мониторинг. Перейдный мониторинг может выглядеть по-разному. Либо мы предлагаем владельцу провести исследование ежедневно в течение 5-6 дней на белок креатинина, но, к сожалению, действительно, мало кто на это согласится, потому что это дорогостоящее не совсем удобно. Можно, опять же, Розанна Джексон, она предлагает свою схему следующим образом. Владельцу предлагают собрать мочу в течение 3-х дней ежедневно, соответственно, по порции мочи за 3 дня. Принести эти 3 образца в клинику либо в лабораторию и, соответственно, уже лаборатория обберет из каждого образца по миллилитру, получит общую пробу и приведет соотношение белок креатинина вот из этих 3-х образцов. Это важно, потому что нам понять, персистирующая это протинурия или нет. Есть еще вариант, когда также проводится исследование в течение первых дней и потом повторно еще через 2-3 недели. Опять же, это в том случае, если у животных нет оснований подозревать заболевание почек. То есть, если у вас нет повышения мочевины креатинин, нет изменений на УЗИ, то есть, когда животные клинические здоровы. В таком случае, вы должны всегда убедиться в том, что протинурия она персистирующая, она постоянная, а не трансыторная. Также важно проводить измерения в одной лаборатории, потому что может быть вариабельность связана с разными наборами, с разным оборудованием. Соответственно, этот момент лучше избежать. Еще важный момент, мы должны помнить о том, что иммуно-супрессивная терапия кортикостероидами способна привести к повышению UPC до 1,3. Соответственно, если у собаки есть в анамнезе терапия кортикостероидами, лучше выждать, в таком случае, даже, наверное, не меньше 2-3 недель и провести уже этот тест. Что касается нашей любимой организации ARIS, гибли нефрологов, то, согласно этой организации, различают у кошек три подэтапа протинурии, это непротинурическая стадия, когда уровень UPC менее 0,2, пограничная протинурия от 0,2 до 0,4 и протинурия уже выраженная, когда UPC составляет более 0,4. Что касается собак, непротинурическая стадия составляет менее 0,2, пограничная 0,2, 0,5 и значительно более 0,5. У собак пограничная вот эта стадия может уже сопровождаться гипоальбоминоми. Что касается у собак с азотиней повышенным соотношением белок к креатине более единицы, на самом деле достаточно тяжелое состояние, они опасны и могут свидетельствовать о повышенном риске развития зеремического криза и смерти. Что касается какие виды протинурии могут быть, может быть преринальная протинурия, когда будет связано с перегрузкой канальца, это могут быть высокая концентрация моноглобулинов, это обуславливает белок пенджонса, миоглобин, гемоглобин. Истинная ринальная, опять же, она может быть глубочковая и канальцевая. Глубочковая протинурия может быть селективная, когда мы теряем белки с низкой молекулярной массой, такие как альбумин, и не селективная, когда идет потеря белков с высокой молекулярной массой. Что касается канальцевой, она не приводит к значительной протинурии, как мы уже говорили, как правило, UPC-рек, когда повышается более чем на 2 единицы. Что касается постринальной протинурии, то она будет обусловлена белком, связанным с воспалением нижних мочеводящих путей. Соответственно, для того, чтобы дифференцировать истинную ринальную от постринальную, мы должны отобрать мочу посредством циркотиндеза, для того, чтобы исключить возможное влияние генита, простатитов и подобному. И также возможна физиологическая и функциональная протинурия. Кошкам основные причины протинурии у кошек относятся инфекционный перитонит, вирус ликоз и вирус вимодрифицита, амилоидоз абиссинских и сиамских кошек, неоплазии, тексоплазмоз и гиперсериоз. Что касается собак, то массивная протинурия может вызывать гиперспироз, гиперспироз, векторные заболевания, гиперспироз настор относится векторном заболевании, гиперадренокортицез, неинфекционные глонеролнефриты, наследственные глонеролнефропатии и амилоидоз, но он реже сопрождается протинурией. И теперь непосредственно переведем к исследованию осадка мочи. Что касается исследования осадка, что о чем здесь следует помнить, существуют специальные центрифуги для приготовления препаратов высокого качества, допустим, как вот эта центрифуга, представленная на снимке, но достаточно дорогостоящие оборудования на мой взгляд не обязательные. Для получения препаратов хорошего качества нам необходимо оттенцифугировать наш образец в течение 10 минут на небольшом количестве оборотов, потому что глянчные элементы достаточно хрупкие, не более чем на полутора пищевых оборотов. На достаточную жидкость мы сливаем и осадок перемешиваем, помещаем на стекло, накрываем покровным и исследуем на увеличении 10, сначала на малом увеличении, затем на большом увеличении на 40. Как я уже говорила ранее, нам важно получить правильное количество осадка. Соответственно, в зависимости от объема мочи мы должны получить 10% осадка. То есть, если у нас 5 мл мочи, мы должны исследовать 500 мкл осадка. Что касается непосредственно самого исследования, на чем здесь следует к центру внимания, если вы, соответственно, работаете в лаборатории, то мы должны помнить о том, что образец мочи мы исследуем на приглушенном освещении, просматриваем не менее 10 полей зрения. Сначала мы проводим исследование на малом увеличении для поиска каких-то крупных элементов мочи, и затем только переводим на большое увеличение. На малом увеличении мы должны оценить наличие кристаллов, их количество, наличие конкумиратов, наличие цилиндров. Что касается цилиндров, то иногда это на самом деле достаточно непросто найти цилиндров в препарате мочи. Очень часто цилиндры смещаются к краям покровного стекла, и всегда необходимо пройти их там. Это эпитериальные клетки, теже слизи, яйца гемининтов, возможно личинки. В дальнейшем мы уже переходим на большое увеличение и оцениваем, во-первых, подтверждаем найденные элементы, все ли они на самом деле, оцениваем цитомофологию клеток, наличие каких-то диспластических изменений, обусловленных либо воспалительным процессом, либо возможно опухолевыми процессами, оцениваем уже вид и количество ретроцитов, лейкоциты, жировые капли и микроорганизмы. Дело в том, что желательно, на мой взгляд, всегда окрашивать образцы мочи, потому что исследование нативной мочи, оно будет не совсем точным, потому что элементы мочи недостаточно слабо окрашенные и очень прозрачные, поэтому супровитальное окрашивание мочи позволит нам более четко выявить все клеточные элементы, прокрасить ядра, цитоплазму, поэтому это занимает не так много времени, на самом деле сейчас тем более есть как зарубежные краски, да, для красителей, для мочи, так и русский вариант окрашивания, допустим, как у компании Абрис Плюс, он на самом деле не уступает по качеству окрашивания, поэтому я рекомендую окрашивать образцы мочи всегда. Какие еще есть элементы для исследования осадка, вот есть такая интересная слайд-планшета, для исследований, может быть, кто-то с ней работал, мы в свое время тоже работали с этими слайд-планшетами, они удобны тем, что мы избавляемся от огромного количества предметных стекол, покровных стекол, все, моча аккуратно заправляется соответственно в каждую ячейку, сюда заправляли неокрашенный образец, сюда окрашенный, было это достаточно удобно, за исключением того, что если вдруг переборщить количество мочи, то существует вероятность того, что образец зальется в другую ячейку и искажет результат. У нас было пару таких неприятных моментов, таким образом у нас выявлялись сперматозоиды услуг, которые ни в какой вязке ближайшей не были, либо укострированных побелей, что в принципе конечно очень плохо, поэтому как-то все-таки отошли от этих слайд-планшетов и пользовались стандартными стеклами, хотя возможно надо быть более аккуратными. И плюс они имеют большой минус, они достаточно дорогостоящие все же. Сейчас мы коснемся референсных интервалов, которые существуют для элементов ночевого осадка. Как я уже говорила, почему так важно собрать именно определенное количество мочи, потому что все референсные интервалы выводились для определенного количества осадка, как правило для 500 микролитров осадка. Что касается лейкоцитов, на большом извлечении допустимо количество лейкоцитов от 2 до 5, то же самое с ретроцитами. Что касается эпитериальных клеток, менее 2, это касается плоских и переходных и почных. Почного эпителия не более 2 поля зрения на большом извлечении. Что касается цилиндров, гиалиновые и зернистые цилиндры должны либо отсутствовать, либо находиться в единичном количестве в поле зрения. Как правило, все остальные цилиндры существующие рассматриваются как патология в любом количестве. Что касается кристаллов, то здесь вопрос такой спорный. Дело в том, что у нас существует два типа, несколько типов кристаллов. Это кристаллы, которые диагностическая ценность и находка еще сомнительна. То есть нужно уточнять непосредственно с чем еще они сопровождаются в осадке, с наличием допустим ретроцитов, лейкоцитов, а есть кристаллы, которые всегда являются патологией. Так вот, что касается амурсного фосфата, билирубина у собак, салата кальция, кальция фосфата и фрюрита, то эти кристаллы могут встречаться в небольшом количестве в норме и не рассматриваться как патология. Даже иногда допускается небольшое количество кристаллов мочевой кислоты, уратамония, но в основном это у собак пород драматин и анкетинбульдогов, у которых изначально нарушен метаболизм мочевой кислоты, у которых всегда будут эти кристаллы. Что касается бактерий, бактерии, естественно, не должны обнаруживаться, но поскольку если образец собран не цитоцинтезом, собран с полосы отка смотрового стола либо естественным очистпусканием, небольшое количество бактерий, если это будет, это следует учитывать. Что касается патологии, патологией будет являться количество ликоцитов более 5, количество ретроцитов более 5, все это на большом извлечении, также количество патериальных клеток более 5. Что касается цилиндров, наличие более одного-двух цилиндров поля зрения при малом увеличении для гиалиновых пазернистов, любое количество клеточных цилиндров, то есть эпитериальные цилиндры, ликоцитарные цилиндры и ретроцитарные это всегда патологии, Они никогда не должны появляться в осадке мочи. То же самое у нас будет со сковыми цилиндрами, с липидными и со смешанными цилиндрами. Также и с кристаллами. Кристаллы оксалата кальция, моногидрата, кристаллы урата аммония, билирубина у кошек, холестерина, цистина, литина, тиразина, мочевой кислоты всегда рассматриваются как патология. Что касается оценки количества мочевых элементов, здесь мы тоже должны учитывать определенные стандарты. Кристаллы, микроорганизмы, жировые капли, слизь оцениваются либо в кристаллах, либо словами. То есть рассматриваются как отсутствуют единичные, небольшое количество либо на крест, умеренное количество либо на два креста и большое количество либо на три креста. Что касается эритроцитов, лейкоцитов, паразитов, мы их оцениваем всегда количественно. То есть мы подсчитываем их в поле зрения и указываем в графе. Если их в поле зрения мы ставим, что их более 150, то это ориентировочно на четыре креста. Что касается петелия цилиндров, мы указываем типы и количество также в поле зрения. Что касается цитологического исследования препаратов мочи, этот метод также имеет место быть. Он также нужен и важен, но он имеет достаточно строгие показания. Мы также можем приготовить из мочевого осадка мазочки такие же, как и кровь, аккуратно высушить на воздухе и окрасить по романовскому дальнейшему исследованию на инерсии. Какие будут у нас показания для приведения этого исследования? Никогда нет смысла проводить цитологическое исследование мочи в том случае, если у вас неактивный осадок. Поэтому цитологическое исследование должно всегда идти после общего анализа мочи. То есть если вы в общем анализе мочи нашли какие-то интересные диагностические находки, которые, допустим, опухолевые клетки, либо диспластические изменения, тогда вы сомневаетесь. В таком случае у нас есть основания для проведения цитологического исследования мочи. Либо, когда нам важно, дифференцировать микроорганизмы. Нарушения, которые у нас могут повлиять на результаты исследования. Дело в том, что цилиндры и клетки, особенно эритроциты, они, как мы уже несколько раз так говорили, могут лизироваться в низкоконцентрированной моче, могут лизироваться в щелочной моче и в образцах, в которых хранились несколько часов. Поэтому высококонцентрированные мочи и эритроциты будут уменьшаться, они будут сморщиваться, принимать зазубренный вид. Иногда также это будет затруднять их идентификацию. Некоторые консерванты могут приводить к формированию кристаллов керозина. На самом деле, как я говорила про краску для мочи, тоже такой очень интересный момент. И в основном, что вот эти красители для мочи, они также способны приводить к выпадению кристаллов. Мы неоднократно это уже замечали, когда мы исследуем, соответственно, нативный препарат мочи, там отсутствуют кристаллы, когда мы исследуем окрашенные, появляются кристаллы кислота кальция. Поэтому вот этот момент мы должны учитывать. Действительно, красители способны иногда к ложному формированию кристаллов, к возникновению, к появлению в препарате микрофлоры, который там на самом деле нет, и различных гифов грибов, если краситель как-то долго хранился. Что касается эритроцита. Эритроциты в свежем образце выглядят очень хорошо. Они округлые, гладкие, красноватого оттенка из гемоглобина могут сохранять форму диска. Но как только, соответственно, образец начинает храниться, эритроциты начинают либо напухать, элизироваться, что так же сложно достаточно становится в их интерпретации, либо в концентрированном процессе мочи начинают сморшиваться и приобретать зазубринки. Лидированные красные клетки, клетки синий, достаточно сложно обнаружить ночевом осадке. И действительно следует искать, потому что они имеют очень четкие контуры. Важно, что здесь. Важно дифференцировать эритроциты от жировых капель. Как мы знаем, что жировые капли, они могут иметь разный размер, они преломляют свет и часто могут лежать не в локальной плоскости, в отличие от эритроцитов. Что касается основных причин появления эритроцитов мочи, это могут быть заболевания почек, связанные с повреждением сосудов клубочков, либо канальцев. Это могут быть эрлития, стромбоз, венпочек, экспозиции сосудов, травмы, инфаркции, различные воспалительные и инфекционные процессы. Это могут быть заболевания нижних мочеводящих путей, в том числе острые хронические инфекции, геморрагические циститы, новообразование, эрлития. Также важно, как мы уже говорили, это может быть тесто сусук, поэтому всегда важно выяснять стадию плавого стекла у собак. Это может быть трансмиссивная генерическая саркома, коглопатия и гидрогенные повреждения, в том случае, если у нас образец был отобран посредством капитализации, либо посредством циститцентеза. Ну и как могут выглядеть эритроциты мочи, можем посмотреть. При массивной гематурии мы можем получать вот такой образец мочи, когда никакие клеточные элементы больше мы не сможем просмотреть. Это достаточно сложные образцы, потому что действительно гематических полей практически нет. Это общий фон, представленный вот такой массой эритроцитов. И в таком случае, либо следует, соответственно, повторить исследование после устранения такой гематурии, либо попробовать слегка развести, хотя бы образец биологическим раствором, чтобы попытаться хоть что-то в нем просмотреть. Ну вот это вот, наверное, наиболее часто встречаемая картина. Это измененные эритроциты мочи. Тут даже встречаются некоторые клетки тени. Окрашенный образец мочи. Более четкие эритроциты здесь. И для сравнения, здесь картинка, которая показывает, сравнивает размер лейкоцита и эритроциты. Мы видим достаточно крупные эритроциты. И как раз вот здесь сморщенные, зазобренками эритроциты, вероятно, повечествующие о высокой концентрации мочи. Что касается гемоглобинурии. В случае гемоглобинурии, как мы уже говорили, мы не будем обнаруживать эритроциты в осадке, но мы можем обнаружить вот такие предспитаты гемоглобина. Они могут по-разному выглядеть. Ну, вот, как правило, они желтоватого цвета. Могут даже гемоглобиновые вот такие цилиндры формироваться. Лейкоциты мочи или пиурии. Лейкоциты, они в полтора-два раза больше эритроцита. Также округлые, могут быть бесцветные, но часто имеют такой эритроцитный фон. Достаточно в свежих образцах мочи, естественно, они хорошо дифференцируются. Они очень часто имеют даже сегментированные ядра, даже в неокрашенных образцах. Но и пистенуречные, и пистенуречные мочи, они также могут визироваться. В основном лейкоциты у нас представлены нейтрофилами, реже лимфоцитами и моноцитами. И, в принципе, если нам важно дифференцировать вид лейкоцитов, мы можем провести также статистическое исследование, но это не всегда необходимо. С чем можно спутать лейкоциты? Лейкоциты мы можем спутать с эритроцитами, потому что, как мы уже говорили, лейкоциты могут напухать и с клетками почвенного эпителия. Потому что при хранении, при каком-то срочном исследовании образца ядра лейкоцитов, они будут сглаживаться и становиться округлыми. Также мы можем встречать в моче лейкоциты с влечением эритоплазмы, напоминающим бровновское движение, как раз не напоминающим, а истинно имеющим бровновское движение, их называют клетками Штенгельнера-Мальбина. При пилонефрите они могут встречаться, а не круг необычных лейкоцитов порядка чем в два раза. К причинам появления лейкоцитов в моче нас будут относиться заболевания почв, такие как пилонефрит, урлициаз, образование, некротические процессы, инфекционные и инвазионные процессы, это бактериальные процессы, грибковые, паразитарные. Это могут быть заболевания нижних мочеводящих путей, такие как острый хронический цистит, урлициаз, новообразование. Также это могут быть воспалительные процессы в половой системе, такие как простатит, вагенит, баланопастит. Поэтому, когда у нас моча собрана путем естественного мочеспускания, достаточно сложно выявить истинную причину наличия лейкоцитов в образце. Повышение лейкоцитов в моче всегда является основанием для проведения бактериологического исследования, опять же, если это не лейкоциты из нижних мочеводящих путей. Еще такой очень важный момент, это эндокринологические пациенты и также пациенты с заболеваниями, сопровождающимися полиуреи. Дело в том, что эти пациенты имеют очень разбавленные образцы мочи и, соответственно, количество лейкоцитов и бактерий может быть сниженными. Мы можем их просто не улавливать, но такие пациенты будут иметь инфекцию мочеводящих путей. Поэтому таких пациентов желательно проводить бактериологическое исследование мочи. Непосредственно сами лейкоциты можем здесь посмотреть. Это характерная картинка килонефритов. Мы видим большое количество бактерий в виде длинных излитых палочек, большое количество лейкоцитов. Во многих из них просматриваются ядра. Для сравнения здесь можно посмотреть клеточку переходного эпителия и лейкоцит также. И вот это картиночка для сравнения лейкоцитов и эритроцитов. Что касается эпителиальных клеток. Эпителиальные клетки у нас разделяются на клетки плоского эпителия, переходного и почвенного. Что касается клеток плоского эпителия, то он выстилает дистальную треть мочи полового тракта, влагалища и припуции. Это самые крупные клетки, которые мы можем видеть в осадке. Они плоские, полигональные формы, могут иметь одно конденсированное ядро и обильную цитоплазму. Могут быть вообще безъядерными, иногда они представлены клетками-чешуйками. Могут располагаться отдельные пластах и в принципе диагностического значения не имеют. Потому что в основном они связаны либо с отбором мочи путем естественного мочеиспускания, капторизации, либо отдавливания. То есть они диагностического значения нам не несут, и мы не акцентируем. На них внимание, за исключением того, когда они встречаются в большом количестве, тогда возможно мы можем задуматься о наличии плоскоклеточного рака, либо метоплазии мочелого пузыря. Но опять же эти клетки должны иметь диспластические изменения, и в таком случае нам лучше провести цитологическое исследование. Ну вот непосредственно клетки плоского эпителия мы можем видеть, да, с суправитальным окрашиванием. И нативным образцом они действительно крупные, поликанальные, и просматривается одно небольшое конденсированное ядро и обильная цитоплазма. Клетки переходного эпителия. Клетки переходного эпителия выстилают две трети мочеиспускательного канала, мочевой пузырь, мочеточники, почечные лоханки. Они плеаморфные, они могут быть округлые, они могут быть овальные, они могут быть хвостатые, они имеют абсолютно разный размер. Клетки переходного эпителия очень часто можно перепутать мелкие клетки переходного эпителия с клетками почечного эпителия, поэтому тут такой вопрос иногда очень спорный. Они меньше клеток плоского эпителия и в 24 раза больше лейкоцита. Они имеют также одно ядро, но это ядро будет крупнее, чем ядро клеток плоского эпителия, и слегка зернистую цитоплазму. Ну вот, саправитальное окрашивание осадка, мы видим, вот такой вот классик из клеток переходного эпителия. Что касается причин повышенного количества этих клеток в осадке, это будет гиперплазия. Гиперплазия в результате воспаления, это может быть инфекционный процесс, это может быть и неинфекционный процесс, и также наличие полипов. Это неокрашенный образец мочи, так же классик из клеток переходного эпителия, можем видеть. Это клетки переходного эпителия, просто при стилатическом исследовании, они можем видеть, насколько они склонны к геоморфизму. А вот это осадок мочи, это хронический инфестит, мы здесь можем видеть выраженные диспластические изменения, обусловленные хроническим воспалительным процессом. Мы видим пробу сернистых хроматин у клеток, некоторые клетки двухпятерные, умеренный нестозный цикариоз. Самые, наверное, интересные клетки в случае переходного эпителия, это цилиндрические хвостатые клетки. Цилиндрические хвостатые клетки нужно обращать внимание, потому что эти клетки всегда патологичны в любом количестве. Эти клетки, как правило, сделают почные лоханки, они очень маленькие, хвостатые формы, и всегда, как правило, они характерны для заболеваний почных лоханок, будь это пилонефрит, либо, допустим, наличие конкрементов почной лоханки. Они крайне редко встречаются в мочевом осадке, но если они не встречаются, вы всегда должны обращать на них внимание и, соответственно, проводить дополнительную диагностику. Выглядит они следующим образом. Они именно хвостатые, и, как правило, формируют большое количество пластов осадки. Продолжение следует... Также здесь важно исследовать свежие образцы мочи, потому что опухолевые клетки недостаточно хрупкие. Важно дифференцировать диспластические изменения, обусловленные выраженным воспалительным процессом, от, соответственно, опухолевого процесса. Что касается перехода на клеточные карциномы, мы будем видеть большое количество скоплений клеток. Они будут плеаморфные, с крупными ядрами, с выраженным анисотожным анисокариозом. Многоядерные могут быть клетки. И, в принципе, даже в неокрашенном осадке они будут бросаться в глаза, потому что они очень атипичны. И вы всегда обратите на них внимание, если они там будут. И непосредственно это уже цитологические препараты, полученные из такой мочи. Мы видим гигантские ядра, видим очень выраженную атипию, характерные включения розовые для перехода на клеточные карциномы. Что касается клеток почного эпителия, то это кубические эпителия, это очень мелкие клетки, они чуть больше лейкоцита, круглые, имеют крупное круглое ядро и умеренное количество цитоплазма. Появление этих клеток в небольшом количестве в осадке считается нормой, потому что даже причине о том, что многие патологи допускают о том, что возможно их спутать и с лейкоцитом, и с мелкой клеткой переходного эпителия. Появление этих клеток в большом количестве мочевом осадки может свидетельствовать областям заболеваний почных канальцев. У кошек почные эпителии могут сбежать такие вот жировые вакуоли, как я называю, от овальные жировые тельца, они не имеют у кошек никакого диагностического значения. У животных другого вида такие клетки могут свидетельствовать о негротическом федроме и липидурии. Ну вот, может быть, не очень хорошая картинка, но здесь мы видим большое количество клеток почного эпителия, они округлые, с крупными округлыми ядрами. Что касается цилиндров в моче, несколько слов, на которых также следует акцентировать внимание. Цилиндровия – это нечувствительный метод, но это очень специфичный показатель заболевания почных канальцев. По количеству цилиндров осадки мы, естественно, никак это не коррелирует с тяжестью заболевания, так же, как и отсутствие цилиндров не исключает наличие заболевания почных. Тут важно также не спутать с стежами слизи и с волокнами, потому что стежи слизи, они имеют конические концы волокна, они достаточно крупные, имеют такую грубую структуру. Что касается цилиндров, цилиндры, они всегда формируются в почных канальцев, они формируются в результате высокой концентрации мочи и в пислой среде идет отложение белка на стенках канальцев. Мукопротеин, соответственно, синтезируемый клетками почных канальцев способствует формированию цилиндров, в дальнейшем услышиваются эпители клетчных канальцев, и такие, соответственно, готовые следы, они поступают в просвет канальцев. В дальнейшем они могут покрываться эти бриллиарные блуковые сети. Тут есть очень хорошая картинка, которая показывает именно этапы формирования цилиндров, она такая очень интересная, в принципе, что мы можем видеть. Мы можем видеть, что цилиндры – это, так скажем, модификация от леточного цилиндра, который, соответственно, зависит от степени дегенерации канальцев. Сначала мы видим леточный цилиндр, затем он становится грубо-зернистым, мелко-зернистым цилиндром и восковидным цилиндром. Соответственно, мы различаем гиалиновые цилиндры, также возможен смешанный тип цилиндра, допустим, гиалиновый жировой, гиалиновый зернистый, зернистый цилиндр, восковидный цилиндр. Что касается гиалиновый цилиндр? Гиалиновые цилиндры – они не клеточные, то есть они формируются без случайных репетериальных клеток, это только мукопротеин. Они прозрачные, бесцветные, с параллельными стенками, как все цилиндры, и с округленными концами. Иногда их действительно очень сложно найти, потому что они полупрозрачные, наиболее хорошо они видны на пазово-контрастной микроскопии. В небольшом количестве допускается наличие гиалиновых цилиндров в концентрированной моче от 1 до 2. В большом количестве они могут видеться в заболевании почек, сопровождающихся от протеинурии. Также они могут встречаться при перенальных причинах, таких как, допустим, связанных с нарушением перфузии почек, таких как судороги, интенсивные мышечные нагрузки и дегидратация. Вот они, тоненькие полупрозрачные гиалиновые цилиндры, и здесь же эти гиалиновые цилиндры мы можем видеть при фазово-контрастной микроскопии. Картинка гораздо четче. Что касается клеточных цилиндров, то клеточные цилиндры это всегда патология, то есть они могут сопровождаться, как правило, сопровождаются при заболевании, сопровождающихся нарушение перфузии почек, аллегории и дегидратации. Что касается ликоцитарных цилиндров, они ассоциируются с воспалением канальцев, с инфекциями, это может быть бактериальный пиоминфрит, лептоспироз, какой-то острый канальцевый некроз. Рикоцитарные цилиндры, они встречаются при кровотечении в канальцах, тоже крайне редко, но всегда являются слишком тяжелой патологией. Что касается эпидериальных цилиндров, они ассоциируются с дегенерацией, либо некрозом канальцев, может быть ишемия, токсины, инфаркты. Здесь мы можем посмотреть и рикоцитарный цилиндр, и лейкоцитарный цилиндр. Что касается зернистых цилиндров, то зернистые цилиндры формируются из веточных цилиндров, небольшое количество, так же как иолиновые цилиндры, они могут встречаться в норме. Если их количество превышает 1-2 в поле зрения, при малом увеличении, тоже может свидетельствовать дегенерация, либо некрозом канальцев, опять же обусловленным ишемией, токсинами, либо инфарктом. По мере того, как клетки продолжают дегенерировать, цилиндры будут из крупнозернистых становиться мелкозернистыми, а затем уже лосковидными. Дело в том, что вообще диагностическое значение цилиндров важно, особенно когда мы ведем пациентов, использующих нефтотоксичные препараты. Желательно таким пациентам периодически сдавать мочу и оценивать, нет ли повреждения почечных канальцев. Оцениваем мы по наличию протеинурии, по наличию цилиндров, глюкозурии. Вот эти моменты нужно всегда отслеживать. Поэтому лабораторию даже, возможно, нужно прицельно просить смотреть на цилиндры. Так, где на этой картинке мы можем видеть большое количество зернистых цилиндров, это моча собаки, большое количество стиматозоидов, так же мы видим, и единичные кристаллы билирубина. Что касается лосковидных цилиндров, то это конечная стадия дегенерации. Они встречаются при хронической дегенерации, либо некротиканальцев, также обусловленных ишемией, токсинами, инфарктами. Они могут напоминать гиолиновые цилиндры, но они пошире, менее прозрачные, имеют тупые концы, могут иметь трещины, иногда и вот такую взятую форму. Вот для сравнения мы можем посмотреть зернистый цилиндр и лосковидные цилиндры. Что касается жировых цилиндров, они могут встречаться у кошек в дегенерации почвенных канальцев. И перейдем непосредственно к кристаллу РИИ. Кристаллы РИИ не всегда имеют треническое значение, все будет зависеть от драги, с находом в осадке. Во-первых, это будет зависеть от специфичности кристаллов, как мы уже говорили ранее, есть кристаллы, которые всегда патологичны, и есть кристаллы, которые допустимы в норме, еще будет зависеть от того, с какими компонентами насадка, они будут встречаться одновременно. Допустим, урат аммония, цистильный ксалат кальцио-монокидрат, у нас, как я уже говорила, будут всегда патологичны. Если мы встречаем в осадке крупные конгломераты струбитов и дегидрата кальция, и спровождается это пиуре и гематурии, то это также уже рассматривается как патология. Кристаллурия наблюдается по пациенту с подтвержденным уролитиазом. И в большинстве случаев кристаллурия у нас не является показателем наличия уролитов у животного и даже не является основанием о том, что у животных предположено формирование уролитов. И об этом также следует помнить. Также следует помнить, как я уже говорила, о том, что оцениваем кристаллы мы только в свежем образце мочи. И очень часто можно увидеть, да, во многих ветеринарных группах, когда выкладываются фотографии с неизвестными кристаллами, и все миры начинают гадать о том, что какой же это тип кристаллов. Дело в том, что первое правило при оценке кристаллурии, вы должны убедиться о том, что образец был свежим. Потому что неправильное хранение образца может поводить спонтанное, естественно, выпадение кристаллов. У животных с подтвержденным рульциазом нам на УЗИ действительно интересно посмотреть тип кристаллов на мочевом осадке, но мы должны помнить, что, как правило, уролиты имеют смешанную структуру, и ориентироваться на только тип кристаллов будет, в принципе, некорректно. И теперь рассмотрим кристаллы в зависимости от ПАЖ. В зависимости от ПАЖ у нас, если это ПАЖ, нейтральная либо щелочная, будут разные типы кристаллов. Рассмотрим основные кристаллы, которые встречаются в кислой и нейтральной моче. Это аморфный урат. Что касается вообще аморфных кристаллов, существует два типа. Это аморфный урат и аморфный фосфат. В принципе, они оба выглядят примерно одинаково, как аморфный дебрис. Могут премировать сфероиды, напоминающие бактерии, но бактерии никогда не обладают такой плеаморфностью, бактерии не преломляют цвет. Что касается аморфного урата, то он образуется из желтых принципитатов уратов, натрия, калия, магния и кальция. Он может быть от желто-коричневого до прям черного цвета. Встречается крайне редко. Может сопровождать портисистемные шумты, заболевания печени и аммониоуратные урельца. Это всегда логичный кристалл. Появление таких кристаллов, фланцезских бульдогов и дурматинов, можно рассматривать как предположенность к формированию уратов. Вот так выглядит аморфный урат в виде таких вот желтых принципитатов. Они иногда могут быть даже менее оформлены, просто как желтая звезь. Кристаллы билирубина. Как мы говорили про билирубин у собак в моче, также кристаллы билирубина, они могут встречаться у собак в концентрированной моче в норме. Если они встречаются в большом количестве, то это, соответственно, мы вызреваем заболевание печени. У кошек крайне редко при заболеваниях печени мы наблюдаем кристаллы билирубина в моче. Возвращаются они в виде таких вот медно-оранжевых игол, соединенных пучки, либо просто в виде гранул. Сопровождают они как гемолиз, так и в заболевании печени. Что касается оксалата кальция. Оксалат кальция, мы знаем, встречается в двух формах. Это моногидрат, который всегда патологический, и бигидрат, который далеко не всегда имеет клиническое значение. Что касается моногидрата, то за рубежом моногидрат рассматривают всегда как ранний признак отравления тиренгликолем. У них это повальное отравление тиренгликолем животных. И очень показательно считается именно формирование этих кристаллов. Я, честно говоря, никогда не видела отравление животных и тиренгликолем у нас. Может быть, оно действительно существует. Но я считаю, что поскольку формирование кристаллов моногидрата кальция, в принципе, есть такие животные, не так редко они попадают. И все же для этого есть другие причины. Данные кристаллы эти бесцветные. Они могут быть разного размера, разной формы. Они могут быть с острыми концами, напоминающими кипец. Могут быть в форме гантели. В форме, там, их называют, шестокола или заборчика, или конопляных семечек. Сейчас мы посмотрим картинки. Считается, что при употреблении внутрь тиренгликоля у кошек через 3 часа начинают формироваться эти кристаллы, у собак через 6 часов, и в течение 18 часов это, соответственно, сохраняется. Помимо тиренгликоля, перенасыщение мочи кальцием и оксалатами также способны вызвать формирование данных кристаллов. Это может быть отравление шоколадом, это может быть парами пластической гиперкальциуреи, допустим, при лимфоне. Вот так они выглядят. Здесь они больше напоминают конопляные семечки. И вот здесь, вот, называемую форму шестокола или заборчика. Что касается дегидраток салат кальция, то все будет зависеть, опять же, в каком количестве присутствует ли он в конгломератах, сопровождается ли он активным воспалительным осадком. Это бесцветные кристаллы в виде октайдра, трехмерные, напоминают почтовые конверты, либо мальтийский крест. Они могут быть разного размера, могут быть очень мелкие, могут быть крупные. Они, соответственно, в небольшом количестве могут встречаться в варианте нормы. Из них также могут формироваться уролиты. Соответственно, причиной формирования их могут являться употребление овощей с высоким содержанием оксалатов, допустим, такие как капуста. Это гиперкальцемия, гиперпаратериоз, гиперкальцемия, отравление шоколадом и тиренгриколем. Также может сопровождаться формированием данных кристаллов. Часто они могут формироваться, допустим, при лечении кошек, при струбитном уролитиазе. Использование диета, либо по спецнеподкислителям могут приводить к вторичному формированию кристаллов оксалата кальция. Собаки породы цверкшнауцер, предположенные к оксалатному уролитиазу. Также они могут формироваться при длительном хранении образца в результате сильного размножения бактерий, которые производят молочную кислоту. И опять же, если мы нашли кристаллы оксалата кальция не в свежем образце, нам необходимо повторить исследование свежесобранного и не охлажденного образца. Вот так они выглядят кристаллы оксалата кальция. Здесь, на самом деле, картинка. Представлены два типа кристаллов. Мы можем видеть и кристалл моногидрата кальция, и кристаллы в виде почтовой конверсии. Это кристалл моногидрата. Цистин. Цистин всегда фатологичен. Это бесцветные плоские гексагональные пластинки. Они могут иметь неравные стороны, встречаются в кислой моче. Обнатяжение таких кристаллов всегда говорит о предположении к цистиновому уролитиазу. Встречаются они достаточно редко. И связаны они с рожденным дефектом максимального канальцевого транспорта некоторых аминокислот. Даже не некоторых, а основные аминокислоты в четыре. Это аргинин, цистин, лизин и арнитин. Реабсорбция цистина из почвенного фильтрата канальцевыми почками нарушена. Соответственно, в огромном количестве поступает мочу. За рубежом существует так называемый колотест на концентрацию этих аминокислот на перемещение мочи этими аминокислотами. Встречаются цистинурии чаще у самцов. Описано вот так, с бассетхаундов, йорков, унифаунденов, лансиров, лабрадоров существует генетический тест на цистинурию. В ближайшем будущем в своей лаборатории мы тоже запустим этот тест. Также это аптодология описана у сиамских кошек. Ну и вот непосредственно кристаллы цистина мы можем здесь посмотреть. Они очень характерные. Натриурат. Натриурат часто встречается одновременно с кристаллами уратаммуния. В принципе, не будем уделять ему особого внимания. Что касается кристаллов мочевой кислоты. Дело в том, что кристаллы мочевой кислоты крайне редко встречаются у млекопитающих. Они встречаются у птиц, у присмыкающихся, реже у собак. Могут встречаться, опять же, у английских бульдогов, у дулматинов, которые изначально собаки с нарушенным обменом мочевой кислоты. Появление этих кристаллов сопровождает заболевание печени и портисистемные шунты. Они бесцветные, плоские, шестигранные кристаллы в виде грубоватых овалов, либо треугольников. У некоторых пород собак наиболее расположенных гиперурикозурии мы можем увидеть высоту риск уратного рультиаза. Томатина, русский черный терьер, английский бульдог и маранер. В принципе, данный генетический тест есть непосредственно в нашей лаборатории. Соответственно, в принципе, его можно проводить с подозрением. Он нужен как заводчикам, так и непосредственно практикующим врачам для выяснения причин урлитиазы. Чаще описаны все же такие кристаллы у самцов. И как выглядят кристаллы мочевой кислоты? Ну, как и повторюсь, достаточно редкие кристаллы. Щелочная или нейтральная паж. Какие кристаллы мы можем обнаруживать здесь? Это аммония урат, либо аммония биурат. Это кристаллы из-за коричневого цвета. Сферической формы, с неровными выступами. Они напоминают колючее яблоко, либо саркоптожного клеща. На мой взгляд, я плохо понимаю, что такое колючее яблоко. Но вот как раз вот сейчас посмотрим саркоптожного клеща. На мой взгляд, они очень напоминают. Очень они, конечно, характерны, эти кристаллы. Пропустить их также невозможно, если они есть. У кошек, как правило, реже формируются такие кристаллы. У них кристаллы урат аммония выглядят именно как сфероиды. Из коричневого цвета, агрегаты из таких сфероидов. Кристаллы аммониурата практически всегда являются патологией. Незапрождают врожденные приобретенные порты системной шунты. Печеночная недостаточность гипераммонимии. И у дломатинов-английских бульдогов могут встречаться. Аморфный фосфат. Аморфный фосфат – это не патологический кристалл. Он допускается в норме. Дипностическое значение его неизвестно. Он может быть бесцветный, он может быть светло-желтого цвета, встречается в щелочной моче. Форма у него такая же, как аморфный фосфат. Это просто как большое количество сфероидов, как общий фон бесцветный. Что касается кальция фосфата, то он также может встречаться в норме. А также при персистирующей щелочной реакции мочи и при кальциево-фосуме урлициазин. И непосредственно нами любимый струвид, он же трипельфосфат, считается, что почему-то именно технически трипельфосфат неправильно так называть. И что более корректно называют его струвидом. Но я думаю, что доктор, который не видел струвид или трипельфосфат, в принципе, найти, наверное, невозможно. Эти кристаллы очень характерные, часто встречаемые, да, они прозрачные, бесцветные. Могут быть разного размера, формы, козыжки, гроб и призм. Могут иметь от трех до восьми сторон. Они могут быть трехмерными, квадратными, плоскими, со скосом вниз, иногда прямоугольные, с внутренним эксцесс. В зависимости от пашмачи они могут менять свою форму. При резко выраженной щелочной пашмачи они могут приобретать такую форму в виде X или X-образных листьев папоротника. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Встречается моча собак и кошек нейтральной либо щелочной. Очень часто сопровождают бактериальные инфекции. Как мы знаем, что интенсивное размножение бактерий, ряза продуцирующих, повышает паш, соответственно, щелочную сторону. И способствует выпадению кристаллов струвидов. Соответственно, в свое время их даже называли старым термином инфекционные кристаллы. Соответственно, у кошек данный тип кристаллов может встречаться и без инфекции. Считается, что это возможно из-за имя АК, который секретируется почвенными канатами. Если мы нашли кристаллы струвидов не в свежем образце, нам всегда необходимо повторить исследование свежесобранного неосложенного образца. И как выглядит кристалл? Вот как раз она, атипичная форма, которая формируется при крайне высоком паше. Что касается карбоната кальция, ну это кристаллы, характерные все же для грызунов, лошадей и жвачных. Они крайне редко встречаются с собаками, они бесцветные, желто-коричневые. Иногда могут иметь разный размер, располагаются либо группами агрегатами, либо отдельно, либо в виде листоклевера, либо в виде опиньонного повала, либо гантели. Никакого диагностического значения у собак и кошек они не имеют. Несколько слов про ядрогенные кристаллы, какие ядрогенные кристаллы мы можем встречать. Дело в том, что прием некоторых лекарственных препаратов способен вызывать формирование кристаллов. Из самых распространенных это кристаллы сульфаниламидные кристаллы, они желтоватого цвета, в виде пучков или шаров с радиальной исчерченностью. Вот какая характерная форма этих кристаллов. Вот этот интересный случай описан также в Атласе. Это моча собаки, находящаяся на комбинированной терапии. Тут изонисамид или ветерокстам, эммонид, эспросимид, адексаметазон. Это неврологический пациент. Вот у него были обнаружены вот такие интересные кристаллы. Соответственно, когда вы находите недифференцированный кристалл, с которым вы сомневаетесь, вы всегда стараетесь уточнить в анамике, не было ли приема лекарственных препаратов. Что касается другого типа кристаллов, к веткам кристаллам мы можем отнести холестерин. Кристерин выглядит как крупные плоские прямоугольники с дозубрими награницами. Диагностическое значение кристаллов нахождения кристаллов холестерина неизвестно. Описано в единичных статьях о том, что они ассоциируются с разрушением плечной мембраны. Могут встречаться как в норме, так иногда сопровождают заболевание почек. Кристаллы тирозина в виде мелких темных кристаллов, в виде икл, собранные в небольшие пучки. А также, опять же, их диагностическое значение до конца не выяснено. Иногда могут сопровождать заболевание печени. Лицин. Крупные сфероиды с радиальной исчерченностью, напоминающие средства ла-дерева. Диагностическое значение их не ясно. Считается, что также иногда могут сопровождать заболевание печени. И кристаллы кристаллы кристаллина. К сожалению, у меня нет фотографии. Выглядят они как маленькие ромбики. Кстантин считается, что могут появляться при приеме больших доз аллопаринона у животных. И иногда описаны формирование кстантина у некоторых линий кавалеркинг-чарль-паниелий. Что касается недифференцируемых кристаллов, иногда действительно мы будем получать картинки с кристаллами, которые нам достаточно сложно будет объяснить. Здесь на левой картинке, вероятнее всего, мы имеем дело с разрушенными кристаллами пепельфосфата, которые, возможно, связаны с сопутствующей терапией у животного. Но, соответственно, мы не можем точно сказать, как вот эти кристаллы, поэтому корректно будет так и написать в графе кристаллы о том, что большое количество недифференцируемых кристаллов. Вот эти кристаллы формируются при неразмешивании пробирки с консервантом, не что иное, как крупинки консерванта из мочевой пробирки. К другим элементам мочевого осадка, которые мы можем встречать, относятся к сперматозоидам. Сперматозоиды могут встречаться у некосырованных кобелей и сук после недавней мягки. И, соответственно, если мы находим сперматозоиды у кассырованных кобелей и сук, у которых не было вязки недавно, значит, мы плохо выполнили анализ, значит, мы перепутали пробу. Сперматозоиды могут встречаться при любом способе отбора мочи. У меня один раз был скандал с владельцем животного. Соответственно, он ругался и говорил о том, что его доктор отобрал мочевцы с синтезом, и его доктор говорит, что такого быть не может. Но на самом деле заброс может происходить. Соответственно, нахождение сперматозоидов никакого диагностического значения не имеет, если только не проверка лаборатория на то, что она не путает трубы. Что касается жировых капель. Жировые капли также не имеют минического значения. Жировые капли всегда представлены в осадке кожи в том или ином количестве. Что касается слизи. Слизь – это секрет половых органов. Она зависит от того же сражения уретры. Иногда эти слизи могут формировать такие же напоминающие цилиндры. Тут важно не испутать их с гиалиновыми цилиндрами. Только в таком аспекте больше никакого диагностического значения это не имеет. Что касается бактерий. Нахождение бактерий в осадке мочи важно, если эта моча отобрана, опять же, ситоцинтезом. Если мы получили образец мочи любым другим способом, то ориентироваться на него достаточно сложно, потому что это может быть контоминация. Что касается бактерий, то мы совершенно спокойно можем обнаруживать палочки и совершенно уверенно писать. Что касается коков, теперь гораздо сложнее. Дело в том, что коки можно спутать. Коки можно спутать с аморфными кристаллами, с клеточным дебрисом, с мелкими каплями жира, и все они будут формировать в ровном движении, напоминающие характерные для бактерий. Соответственно, если вы не видите цепочки из коков, если вы не видите и парное расположение, либо групповое расположение, то желательно, в принципе, и не писать о том, что вы видите коки, либо привести специальное окрашивание. Какое специальное окрашивание мы можем взять привести? Мы можем провести окрашивание по грамму, и коки в таком случае окрасятся в красный цвет, либо провести цитологическое следование мочи, в таком случае мы обнаружим, что это истинные коки, а не, соответственно, что-то другое. Ну, вот это очень характерная картинка, цитологический препарат, большое количество генеративных нейтрофилов и такие вот группы из крупных коков. Естественно, наличие бактерий в большом количестве является, говорит об инфекции мочеводящего тракта и является прямым основанием для проведения патологического исследования. Что касается других микрогранизмов, мы можем встречать в осадке мочи дрожжевые грибы. Дрожжевые грибы в основном это кандида. Кандида может быть как истинная связанная с иммуносупрессией какой-то животным, плетельной антибиотикой терапии, так и являться контаминатом. Это длительное хранение образца. Кандиду можно спутать с ретроцетами, с жировыми каплями, часто она пачкуется, может образовывать вот такие псевдогифы, вот этот вот осадок мочи кота с сахарным диабетом. Вот у него, в принципе, он регулярно ставал мочу и все время у него были такие активные псевдогифы кандиды, они уж никак не контаминация. Соответственно, если вы сомневаетесь о том, что истинная дата – это контаминация, либо это истинная патология, тогда тут оптимально привести к ЦНТ, чтобы исключить возможность контаминации. Что мы можем видеть еще? Мы можем находить молоцезию, молоцезию будет являться контаминатом. Мы можем находить другие грибы, такие как истокок, бластомикоз, аспирквиллоз. Ну, конечно, редко, ничего подобного я никогда не встречала, но, возможно, кому-то придет больше. Что касается бластомикоза, между прочим, как раз самым достоверным местом диагностики его является определение возбудителя в моче методом ПЦР. Что касается бодрости, то описаны также случаи вот таких вот спор, спорангиоспор, прототеки. Также мы можем находить в моче, ни когда не встречала, но, может быть, когда-нибудь это вижу. Что касается паразитов, из возможных паразитов мы можем находить где-то диактофиму ринали, это крупные желто-коричневые толстостенные яйца. Вот такой замечательный препарат, фотография, выставленная ветеринарным диагностическим центром ВИВАТ, это, конечно, замечательно, просто никогда я не встречала таких паразитов. Можно встречать капиллярию ПЛИПа и капиллярию ФЕЛИКАТИА. Один случай у меня был, наверное, в следующую практику нахождение яиц в капиллярии, и то, что это было очень давно, когда у меня не было ни камеры, ни катокопа с камеры, ни телефона с камерой, к сожалению. И считается, что при контоминации образца, при загрязнении мочи фекалий, мы можем иногда наблюдать яйца волосоглава фихуриц. Считается также, что можем встречать иногда непрофиллярию образца мочи. К другим элементам мочевого осадка, с которыми мы можем встречаться, это может относиться кульца, тальк, с перчаток, поскольку владельцы иногда очень изобретательные с отбором мочи. Кто-то использует презервативы, кто-то использует перчатки с тальком, соответственно, вот такие контоминаты мы иногда можем получать. Весенний-летний период – это различные вариации кульцы, да, я думаю, что чебурашек видели все в мочи таких. Это волокна, бумажная растительная плесень, спора, альтернария, они все, они имеют, естественно, клинического значения, но иногда могут неправильно интерпретировать. Вот как раз мы можем смотреть волокна, спора, альтернария, контоминация каломты яйца, да, паразитов пыльца, в варианте, и крахмал, спечаток, и гид и грибов. В принципе, все, наверное, по общему анализу мочи. Теперь мы, наверное, так уже вас утомила, достаточно подробная лекция, подробный вебинар, достаточно сложно, наверное, это воспринимать сразу. В нескольких словах буквально скажу, про какие еще исследования мы можем провести в моче. Это соотношение кортизол-креатинин, скрининговый тест, который позволит нам выявить гиператренокротицин. Этот тест обладает достоинством в том, что он быстрый и простый, достаточно высокочистый ветерин. В принципе, у животных гиператренокротицин соотношение к кортизол-креатинин будет повышено, но он обладает рядом недостатков. Он не специфичен, и большое количество патологий будет сопровождаться, не связанных с гиператренокротицином, будет вызывать повышение этого соотношения, в том числе и стресс. Поэтому высокое соотношение кортизол-креатинин не позволяет нам поставить диагноз на гиператренокротицином, а будет требовать проведения дополнительных диагностических тестов. Поэтому насколько нужен этот тест, в принципе, тут должен решать эндокринолог. В принципе, непосредственно мои знакомые эндокринологи с этим тестом, как правило, не работают. И это, конечно, его не специфичность. А вот про этот тест хочется сказать больше. Он незаслуженно забыт. И на самом деле непосредственно моими практикующими врачами, с которыми мы сотрудничаем, не используется никогда. Хотя тест очень хорош и прост, и позволяет избежать большого количества артефактов. Обделение соотношения желчной кислоты к реаконин-моче. Какие преимущества этого теста? Дело в том, что желчные кислоты накапливаются в моче в течение длительного периода. Опять же, таким образом мы можем выявить приходящее повышение желчных кислот в сыворотке. В принципе, изначально тест на желчные кислоты в сыворотке иногда нужно проводить несколько раз подряд. Потому что однократный, допустим, отрицательный результат не гарантирует того, что желчные кислоты не повышены. То есть он требует мониторинга. В отличие от этого, более точная цифра – это содержание желчных кислот непосредственно мочи. Во-первых, этот тест быстро и удобно. На него легко соглашаются владельцы, не нужно ждать первую пробу, кормить животного. Соответственно, еще ждать 2 часа. Соответственно, самое важное, наверное, что он позволяет исключить вот такие неприятные моменты, которые искажают результаты теста, и которые, в принципе, делают этот тест неинформативным. То есть это спонтанное сокращение желчного пузыря, это неполное сокращение желчного пузыря, заболевание подвздошной кишки, да, сниженная моторика желудка и кишечника, которые будут искажать результаты оплотерения целочных желчных кислот. Рейтинственный интервал составляет у собак менее 7-3, у кошек менее 4-4. Соответственно, желчное кисло – это микромольный литр. Вы делите на креатинин, микромольный литр, умножаете на 1000, и, в принципе, это готово. Соответственно, в принципе, этот тест, самый след, рекомендуется проводить регулярно у собак, которые находятся, естественно, в перечне, в предрасположенности к портосистемным сантам. Обязательно у перн-терьеров, да, у лапширских перьеров, у циркшнауцеров, да, у крупных собак, соответственно, в предрасположенном также к портосистемным сантам. Следующий тест – это соотношение ГГТ-кретинин-мочи. Действительно, вот этот биомаркер ГГТ-кретинин-мочи на кретинин-мочи, вот эти биомаркеры описаны в литературе. Считалось, что повреждение клеток почных канальцев вызывает повышение активности ГГТ в моче. Показанием для этого теста была оценка острова поражения максимальных канальцев почек до азотемии, именно как ранняя диагностика нефротоксинов. Мы знаем, что ГГТ в большом количестве содержится в эпителии максимальных канальцев почек, поэтому, в принципе, достаточно логично. Противопоказание являлось эзотемия и выраженное поражение клубочков. Но, к сожалению, по многочисленным исследованиям было доказано о том, что этот тест не информативен, и на данный момент нефрологи этим тестом не пользуются, потому что не дает он необходимой информации. В свое время также был еще вот такой тест. Это тест на переходно-плеточный арциному. Экспресс-тест на основе реакции латексной галлюцинации на наличие именно аналитов опухоли мочевого пузыря. В принципе, идея была хорошая. Причиной появления, соответственно, у мочи этих аналитов были базальные мембраны, производство и само кухоли комбинации этих двух причин. Но дело в том, что этот тест очень чувствителен к, соответственно, протеинурии, гликозурии, гематуреи и пиурии. С учетом того, что у этих пациентов с переходно-плеточным арциномом практически всегда есть и гематуреи, и пиурии, и протеинурии, в принципе, диагностическая ценность его снижается в разы, и на данный момент от этого теста также отказались. В принципе, наверное, это все по экспрессии электролитов. Мочи тоже достаточно интересный тест. Мы поговорим на следующем вебинаре по диагностике заболеваний почек. В принципе, наверное, и так достаточно объемный, достаточно сложно послушать в одном вебинаре. Из рекомендуемой литературы очень хорошие вот эти вот книжечки. И, соответственно, «Атлас мочевой» я привыкла уже к его английскому варианту. Сейчас мы уже есть издательство «Аквариум». Благодаря эпицерине Галяковой прекрасному ее переводу выпустила уже в русском варианте эту книжечку. Поэтому всем рекомендую. Очень она толковая и грамотная. Очень хорошо описана глава по моче в статологическом атласе Ковела и Тайлера. И в клинической лабораторной диагностики. В принципе, это вообще очень хорошая книга. Там много очень полезной информации. Я всегда очень ее люблю. Из других источников. Это, ну, вообще замечательный просто ресурс Карнельский университета в колледже ветеринарной медицины. Тут всегда тоже очень все подробно, четко, современно. Ну и, естественно, это гиблия нефрологов. Это АРИС. АРИС говорит, что готовит нам какое-то новое обновление по рекомендациям для диагностики ранней почечной недостаточности. И вот тут хорошая статья по протеинурии собак и кошек. Тоже рекомендую. В принципе, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. В принципе, если кто выдержал и остался со мной до вечера, в принципе, готова ответить на вопросы. Спасибо большое за внимание. Так, сейчас вопросы накопились. Да, вопрос от Анны Казицыной по поводу пробирок сборной кислотой. Дело в том, что пробирки сборной кислотой повлияют на осадок мочи в том плане, что, как я уже говорила, они просто препятствуют сдерживанию бактериального роста. Если у нас есть какой-то интервал, который мы можем доставить в мочу в течение 4-6 часов, тогда мы можем воспользоваться этой пробиркой. Но хранить мочу в пробирке сборной кислотой в течение суток или двое это некорректно и неправильно, потому что клеточные элементы не будут разрушаться. Она не для этого предназначена изначально. Вопрос о том, что знают в лабораториях о прогреве мочи и нужно ли указывать направление, что моча хранилась в холодильнике. Но дело в том, что все зависит от того, каким образом к вам поступает проба. Мы, как правило, всегда скрываем образцы в любом случае в течение 30 минут. Но желательно, наверное, указать направление, если у вас есть возможность. Что касается плотности мочи, то я думаю, что оптимально, наверное, провести серийное исследование плотности мочи в течение нескольких дней, 3-4 дней подряд. А вот насчет того, как долго цилиндры живут в мочи, то в идеале, на самом деле, исследовать свежий образец мочи, даже без консервантов, потому что цилиндры, они очень хрупкие. Поэтому лучше сразу получить и сразу же с образец исследовать. Исследовать именно предстояние, как я уже говорила, что их достаточно не всегда легко обнаружить. Сначала на малом увеличении желательно пройтись именно по контуру покровного стекла. Если есть еще какие-то вопросы, либо какие-то незаметные, напишите. Так, тест альбукинтриатинин и отдельный случайный белок мочи. Я не совсем поняла вопрос про тест альбукинтриатинина и отдельный случайный белок мочи. Что тут вы конкретно имеете в виду? Что касается разных единиц измерения, то, естественно, мы всегда должны, аналитры, пригнать к одной единице измерения. В медицине, да, но медицин действительно пользуется соотношение альбукинтриатинина, но там и микроальбукин пользуется до сих пор. В принципе, как правило, в ветеринарии используются именно соотношение белок-приатинина. И, в принципе, референсные интервалы разработаны для него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова